Что пришло время начинать подкаст после долгого перерыва подкастов, там много чем вызвано, например, как бы тем, что коронавирус везде, но как бы это не тема для обсуждения, это вообще в принципе такая вездесущая новостная тема, которая абсолютно всё везде сожрала. Здравствуйте всем, кого не видел, не здоровался, привет, Ютуб, там уже кто-то с тобой поздоровался, кто-то на Ютубе смотрит, и на этот раз можно много будет чего обсудить, сколько не было подкастов, по-моему, целый месяц, что ли, или когда, да, по-моему, целый месяц не было подкастов, 19 марта был последний подкаст, за это время много чего произошло, в том числе и отсутствие новостей, отсутствие чего-то там ещё, но как бы с того самого момента я успел пройти Doom, я успел пройти Resident Evil 3, я успел пройти, что там, Final Fantasy 7, ремейк, да, или что-то ещё, ну, в общем, да, поэтому о них я буду говорить отдельно, отдельно я буду говорить в AlienVue, который я хочу возродить, возродить, потому что что-то как-то мне не нравился тот формат, который был, и я подумал, как его можно обновить, сделать лучше и так далее, ну, не как его, в смысле обновить, да, ещё NFS прошёл, Underground, да, второй на сапгеймах, и, кстати, по поводу коронавируса, я выгляжу так, как будто я отращиваю волосы, на самом деле нет, у нас, на самом деле, всё закрыто, у нас, как бы, вот-вот-вот так вот всё работает, то есть, никакого режима, там, ЧС нету, я слышал, что в Москве, там, пропускаю какие-то ввели, у нас ещё такого нету, но у нас ещё не работает, как бы, ну, ничего нельзя сделать, и вот то же самое было с... с поставкой видеоигр, как-то, ну, точнее, не так, то есть, как бы, купить ничего нигде нельзя, но тебе могут спокойно это доставить, причём доставляют вроде как бесконтактной доставкой, но на самом деле нет, не бесконтактной, и, как бы, вот, мы сейчас перейдём с вами потихонечку к переносам всяческих игр, и вот у меня возникает вопрос, такой, почему тот же The Last of Us 2 перенесли, то есть, если же кто-то не знает, то The Last of Us 2 перенесли на неизвестную дату, и, якобы, игра уже готова, у меня такое чувство, что это, на самом деле, полное обманулого, и игру переносят, потому что она, на самом деле, недоделана, ну, такое чувство, её не хотят, там, не знаю, фиксить или ещё что-то делать, потому что, каким-то образом, коронавирус не помешал выпустить дисковые издания Resident Evil 3, да, и дисковые издания Phantom Fantasy VII Remake, ну, то есть, у нас, допустим, в магазине, который до сих пор держится, такой, знаете, вот, домашний магазин, такой клёвый магазин видеоигр, где можно купить различные, ну, игры, в том числе и консоли старые, он, они успели завести Resident Evil 3 за день до релиза, и Final Fantasy VII Remake, он на них появился в день релиза, ну, я уже ждать не стал, на самом деле, хотел взять коробку, но уже не стал ждать, поэтому просто подумал, что не довезут, потому что никакой информации не было, но привезли, привезли вовремя, да, то есть, никаких задержек, не вызвал коронавирус этот и так далее, и поэтому возникает вопрос, что у Sony не так? Ну, то есть, они почему-то в Last of Us 2 откладывают, на самом деле, такое чувство, что они воспользовались вот этой вот, вот этой вот ситуацией, когда можно просто взять и отложить, потому что сказать, мол, ну, ребят, коронавирус напечатать мы не можем, как бы ничего им не мешало выпустить его в цифре, в принципе, ну, а тем людям, которые хотят поиграть, купить его в цифре, а потом выпустить на дисках, да, то есть на дисках, я думаю, что не так уж, как бы, много людей не имеют при себе интернета, да, и не могут скачать такой объем по сети, я думаю, что если так посмотреть и правдивую информацию взять, то, в принципе, количество людей, которые покупают игру в цифре, их, ну, если не больше, то примерно столько же, сколько людей покупают на дисках игру, тем более, что, ну, в принципе, сейчас покупать коробки с играми, да, как бы, только для перепродажи, в принципе, ну, или для того, чтобы на полочку их поставить, вот, я даже не знаю, чего, мне просто нравится, ну, и, знаете, такие вот старые пердуны, типа меня, которым нужно, чтобы игра на консоли была на коробочке, ну, то есть в коробочке была, я могу поставить на полку, ну, то есть мне так больше нравится, как бы, да, и плюс не надо скачать, да, ты просто взял, удалил игру, да, с диском потом снова поставил, мне нужно ее качать из сети. Да, с компом-то понятно, как бы, уже давным-давно ничего не продается в ритейле, ну, может, где-то продается, но, я, ну, не у нас, и все уже давным-давно по сети, но это, блин, это ПК, как бы, вот так он развивается, но, как бы, с консолями еще не так, но ничего не мешало, в принципе, Sony выпустить в цифре, но, я думаю, ничего не мешало бы взять и сказать, что, ну, мы отложим на недельку, как бы, да, вот диски напечатаем, а потом пришлем, я считаю, что это какая-то херня, на самом деле. Говорят, что японцы очень халатно относятся к карантине, по-прежнему работают в фулл-тайм в офисах, вот, Sony, весь QR переехали на удаленку, ну, хорошо, ладно, ты между Capcom и Square Enix, ну, а, при чем тут это, они печатают не в Японии все, все это печатается, насколько я знаю, все это печатается в Китае, ну, то есть, все диски печатаются в Китае, ну, то есть, как бы, и тут разница между датами релизов, ну, месяц, да, а в Китае, как бы, коронавирус, он с декабря. Я думаю, что диски печатались в Финалке и Resident Evil печатались, ну, где-то в начале года. Я не думаю, что что-то помешало. Может, там, конечно, цены выше стали, и так далее, ну, такое все то, что Sony либо зажмотились, либо реально игра не готовая. Поэтому, как бы, возникает просто, что произошло. Ну, вот, как бы, еще Ghost of Tsushima, да, мне говорили то, что он выходит, но когда он выходит? Я вот не помню, сейчас его специально прочекаю. Поэтому, как бы, ну, так, а можно, пожалуйста, чуть быстрее грузиться? Я, как бы, ну, тут не писемаюсь. Слушай, Ghost of Tsushima, я не знаю. А, ну, просто я станичку не загрузил. Ghost of, почему-то Ghost of Tsushima 26 июня выходит, ничего не поменялось. Ну, то есть, между ними, у них разница месяц. Короче, я не знаю, это, ну, вот, на самом деле, очень, очень, очень хорошо. Видимо, реальная игра не готовая. Ну, и знаете, вот тут много слухов было о том, как будет развиваться сюжет Last of Us 2. Это все, на самом деле, без слухи, по-моему, с 4chan и так далее. Поэтому к ним относятся скептически. Но там, на самом деле, если вот будет реально такой бред, какой был в этих слухах, то эту игру можно хоронить. Ну, на самом деле, такое чувство, что, что Sony, да, перестали быть малышкой, да, в кавычках. Они скатываются в полное дерьмо, просто реально в полное дерьмо со своими, не только со своей поддержкой, вот, массовой поддержкой, понятно, кого. Ну, вы понимаете, да, мы не будем говорить слух, чтобы нахер вдруг не забанили меня где-нибудь. Во-вторых, как бы не хочется, хочется верить в то, что Нила Дракмана скоро уволят, потому что он кусок ебаната и пишет полное дерьмо. Его сценарий говно. И то, что он пишет сейчас конкретно на Last of Us 2, если оно, на самом деле, так и будет, наверное, заставит его уволить. Ну, вот просто Нил Дракман, я не знаю, он чем дальше влез, тем больше он херню какую-то делает. Мы просто давайте посмотрим Нил Дракман, если что. Человек, который сейчас самый главный, по-моему, в Naughty Dog. Что он вообще сделал? Он был дизайнером-сценаристом Uncharted 2, 1, 4, да. Ну, то есть, пока Amy Hennig не ушла, он писал. Потом, когда Amy Hennig ушла, да, когда, в общем, первые три Uncharted, они окей, они гуд, да. Причем, Amy Hennig же была прям, да, она была руководителем процесса, и поэтому, пока Amy Hennig была у руля Uncharted, то, в принципе, он был нормальным. Потом она ушла, и Uncharted 4 перешла в руки полностью Нилу Дракману, креативный директор. Если что, был четвертый Uncharted, и вот тогда, реально, вот, серия спустилась в голову. Мне Uncharted 4 абсолютно не понравилось. Он слишком медленный, слишком топорный, тупо неинтересный. И все, что запоминается из игры, это гребаная погоня, которую показали на первой, мать его, презентации. И все. И потом начинается вот это вот исследование, тупо, мир, вот это нахрен ненужное, вот, приключенческое боевику, вот, оно там засело. Ну, как бы, вот знаете, вот такие вот нотки дерьма появились еще у The Last of Us в его DLC, но в целом, как бы, еще было более-менее к нему нормально относиться. Но потом, как бы, появился The Last of Us 2. И я очень, я вот, знаете, после многих презентаций, очень сильно скептически отношусь к этой игре. Такое чувство, вот, там, вы знаете, все это делается, чтобы, ну, там вот, чрезмерная жестокость и прочее, да, для того, чтобы, чтобы сюжет двигать вперед в каком-то странном направлении. Все игры Драклана супер-медленные, совпадения не думаю. А что он делал? Ну, он, как бы, креодинный директор выступал только у The Last of Us, не такой медленный, на самом деле. Ну, то есть, там еще, наверное, скорее всего, ему не дали полностью сделать ее медленной. Но в целом, да, там уже немножко медленность была видна, но в целом, как бы, там сохранялась скорость процесса и так далее. Но просто, вот, мне реально очень сильно боязно за то, что The Last of Us 2 станет настолько переломным моментом в истории хорошей студии и в истории Sony, что из-за одного, считайте, человека, ну, Нил Дракман полностью ответственен за это говно. И он, в целом, по его высказываниям в Твиттере и вообще по высказываниям, он, ну, он жополис, скажем так. Он полный жополис и, ну, вот типичный жополис, скажем так, без, скорее всего, своего мнения, который... Я не уверен в том, что он может создать что-то хорошее. Ну, то есть, Uncharted 4 это не хорошая игра. Это игра, в которую вложили дохера денег, понимаете? Когда вложили дохера денег в что-то, если это не российское кино, да, это нельзя сделать плохим. То есть, понимаете, вот если мне кто-нибудь придет и даст мне 10 миллионов долларов, я, я уверен, что я смогу сделать нормальную игру, даже если она будет первой у меня, я не знаю, там, ну, если мне не будет достаточно опыта, чтобы ее сделать, я смогу на эти 10 лямов набрать команду, заплатить людям, сделать какую-нибудь хорошую игру, да, потому что это 10 миллионов долларов, да, каких-то определенных. Ну, конечно, там бюджет больше, но нет, там, я вот, скорее всего, думаю, ну, это не, не скорее всего, да, я думаю, что бюджеты игр вот таких больших, да, они не такие уж и огромные, скажем так, как у фильмов, допустим, да, но там в 50 лямов-то выходят какие-нибудь, ну, там мы не берем на маркетинг, да, маркетинг это другое дело. Нил Драгмана уволит и Sony придет на ПК, ну, просто смотреть на последние игры Sony больно становится, то есть вот это вот, как оно называется, господи, «Жизнь после», потом «Хорайзен», потом, что еще там выходило, господи, «Дэстрендинг». Ну, вот, я, конечно, понимаю, что в последнее время тренд вот на игры, где все супер медленно развивается, ты ходишь, что-то делаешь, да, долго, муторно, ну, блядь, ну, это же не, ой, сори, за матка бы, извините, это на Твиче можно, на Ютубе-то еще нельзя, там скажут, «Ты что материшься, суки, хуй?» Ну, да, вот, да, такое дело, вот, просто, вот, игра для меня – это то, что позволяет мне каким-то образом уйти, да, ну, получить какой-то интересный процесс, да, вот я это еще раз говорю, но говорю это постоянно, вот, интересный процесс, который, вот, динамичный, да, да, блин, даже гребаные стратегии – это динамичный процесс в том плане того, что ты думаешь, да, постоянно сидишь и думаешь, как тебе, что дальше сделать, что-то вот цивилизация позволяет тебе думать, пусть она медленно развивается, да, какой-нибудь градостроительный симулятор, ты думаешь, ты постоянно думаешь, да, вот эти игры, которые выходят сейчас, у тебя все ассасины, «Жизнь после», «Анчарта 4», ты там не думаешь, ты просто нажимаешь кнопочку вперед, то есть, да, вот я недавно, что в «Файндер Фэнтэзи 7» ты там тоже нажимаешь кнопочку вперед, но у тебя просто нажимание кнопочек вперед, у тебя 10 минут катсцен там, допустим, развивается, сценарий очень, потом там боевка достаточно проработанная, а вот эти игры ты просто тупо нажимаешь кнопку вперед, и вот это тренд, это тренд, и вот сон, вот, Юбисофт, понятно, на этом делают деньги, причем они перестают делать более-менее нормальные игры свои, вот, которые, ну, многим, ну, не, ладно, мне нравились, да, всякие спринтерселлы, Рэймоны, они делают вот эту парашу, вот эту парашу, вот эти вот игры, которые сессионные, игры, которые с открытым миром, типа, якобы, открытый мир, и туда же скатился, в принципе, Red Dead Redemption 2, вот, 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 серьезно, вот, Rockstar делали постоянно вот игры эти, да, большие, жирные, да, и вот Red Dead Redemption 2 вышла, абсолютно другая игра, по сравнению с другими играми, да, ну, понятно, как бы, хорошо, если это просто единичный такой эксперимент, такой медленный, достаточно медитативный геймплей предлагает, хорошо, ладно, кому-то нравится, в принципе, там еще достаточно сюжет проработан, графон и прочее, у нее есть определенные плюсы, игра, конечно, отменная, но мне не понравилось, у нее есть много плюсов, не будем спорить, хорошо, но вот у этих игр, которые я назвал, жизнь после, Death Stranding и прочее, у них очень мало плюсов, ну, то есть, у Death Stranding того же самого, у нее плюсов практически нет, вот, серьезно, что сюжет, говно, что про развитие сценария, говно, ну, все не очень, говно, конечно, я, конечно, сейчас весьма утрирую это все, но не очень, да, и по сравнению с горизонтом и с тренингом сюжет там вообще конфетка где, жизнь после говнили за байги на старте, год их вымарывает, только к семье зачистили, не знаю, я жизнь после плохо знаю, я знаю, что там очень много гринда, и все, на этом, в принципе, все заканчивается, так вот, и к чему я вел-то, к чему я вел-то, так вот, для меня игр это что-то вот, такой вот динамичный процесс достаточно, которую ты получаешь удовольствие постоянно, то есть, не обязательно что-то должно меняться, да, но чтобы ты от процесса получал удовольствие, ну, то есть, допустим, вот что я проходил последние разы, да, что прям мне вот дичайшее удовольствие доставляло, и что нельзя назвать достаточно динамичным, а, XCOM, вот XCOM, вроде бы это пошаговая, ну, стратегия, да, где ты, в основном, там, базу устраиваешь, но от нее нельзя оторваться, потому что в нее вложили труд, да, в нее вложили геймплей, продуманно все, да, там, баланс, боевка и прочее, пусть там гребаные вероятности работы через жопу, ну, конечно, что у тебя, там, 50 раз за игру может персонаж промахнуться с вероятностью 99% попадания, ну, в любом случае, так вот, а Sony идет в направлении, которое, вот, не для игроков, серьезно, они говорят, this is for the players, да, это не для плееров, вот вот эти игры, я считаю, которые они делают, это не для плееров, это не для игроков, это вот для людей, которые не знакомы с играми, в том-то и дело, которым нужно нажимать кнопочку вперед, и что-то на экране происходит, это не для игроков, вот, вот Миядзаки, допустим, да, пусть у него и одни и те же игры постоянно, пусть у него и каждая игра хороша, он делает это для игроков, да, что еще взять, пример, CD Projekt Red делают для игроков, да, я не знаю, там, 11-Bit Studios делают для игроков, ну, и так далее, там, потом, Valve делают для игроков, да, пусть там это VR и так далее, но это целое исследование новой, новой части дизайна, да, почему двигают вперед, я специально пытаюсь себе Half-Life Alyx очень сильно не спойлерить, там, особенно, там уже все про концовку видели, то, что там Факулю можно показать, G-Man и так далее, но я, наверное, даже возьму VR-шлем где-нибудь в аренду, ну, блин, это будет намного дешевле, чем купить его, потому что сейчас какие-то заоблачные цены у VR-шлема, и пройти у себя дома Half-Life Alyx, может быть, даже застримить, тем более, что вывести можно на телек, да, это все через HDMI-кабель, и, в принципе, стримануть, ну, как бы, как это будет смотреть, не знаю, ну, скорее всего, у вас крыша поедет от всего этого, но, может быть, стриману. Так что, да, нас создали VR, это понятно, как бы, поэтому, вот, просто хочется посмотреть на этот процесс, больше мне ничего из VR не интересует, так что, в принципе, плевать. Поэтому Sony идет вот туда, и с чего я вообще начал говорить про Sony? То, что они отменили, а, ну да, коронавирус и дела. Так вот, и дело в том, что из-за всего этого многие игры откладываются, перекладываются, но я что-то сейчас помнил, да, то, что на самом деле в следующем месяце должен быть только один релиз быть, вот, как раз The Last of Us 2, и получается то, что, по сути, до сентября мы остались в этом году только с одним большим релизом, и что самое глупое, это Ghost of Tsushima, так что у меня очень сильные подозрения по поводу готовности The Last of Us 2, честно. Там можно строить стриминг в самой игре, даже чат на Rock of Us 2, да. Ну, то есть, в смысле, типа, стриминг в самой игре, это через OBS, через Twitch, как это? Идр Quantic Dream. А, почему-то они... Quantic Dream уже Sony принадлежат. Ну, это этот... Господи, как его зовут? Они в другом месте уже сейчас. Они принадлежат Sony, поэтому, да, они же ничего не должны. Специальные сроки на вывод изображения. Ну, это рано пока, чтобы об этом думать. В любом случае, я до VR-шлема, даже до аренды мне пилить и пилить, там что-то до хрена. А, там, типа, для зрителей, типа, картинка более стабильная становится. Ну, ладно. Вейл, видимо, думаю, окей, хорошо, ладно, все, понял, буду знать. Если что, тогда можно будет застримить. Ну, только я не знаю, как это делать. Реально, слушайте, если подумать, а как я буду говорить... Там же нужно, там же она, ну, стоять нужно, да? А как я буду говорить в микрофон? Мне надо будет тогда какую-нибудь эту петличку. Бля, я не запутаюсь, упаду нахер. Слушайте, ну, это надо... Микрофон, шлеми... Ладно, ладно. Хорошо, ну, это надо будет все изучить, этот, на самом деле, процесс. А потом посмотрим. В этом году должны быть крупные близы, кроме игры Sony. Ну, в этом году, да, но я говорю, до сентября. То есть в сентябре киберпанк. Киберпанк 1077, который просто хватит тебе на месяц. Я уверен, что вот киберпанка... Я думаю, просто, вот, я думаю, что когда киберпанк выйдет, если я еще буду стримить, если я еще не устроюсь, куда я хочу устроиться, если, конечно, я имею в виду, к этому моменту мы выпустим эфирем. Да, еще эфирем жив, готов, подробно... Не жив, не готов, как бы, но подробности письмом. Так что, да, ну, в общем, может быть, возьму недельку даже выходных от работы и возьму там киберпанк прям мёсом застримлю. Но это все сентябрь, это пока что рано. Так что, да, какой шлем-то? Без понятия. Сначала нужно найти, где его арендовать. Ну, я видел. Здесь, по-моему, разные. Можно разные арендовать, так что не суть. Так вот, и, по идее, остаемся без игр до сентября. И вот теперь, как бы, самое главное просто, что с этим всем делать, где находить контент и так далее. Ну, надеюсь, как бы, что летом мы выпустим эфирем. Это все зависит от Сережи, от скорости Сережек. Самое главное, как бы, он продлил. Понимаете, дело в чем? Дело в том, что год назад я для того, чтобы, ну, для эфирема выкупил сервак, там, что-то тысяч пять получилось, да, и два хоста, ну, то есть, да, хостинга. То есть, получается, я, как бы, семь тысяч в это лошил, я тупо пусто. То есть, семь тысяч у никуда кинул, по идее. Ну, вот, хоть не просрали, не хостинг, а этот, домен, домен. Ладно, хоть, наверное, домен не просрали. Сережа, ты что, заплатил, домены продлили на год вперед. Игра Avengers Square Enix, они тоже где-то в сентябре. Ну, я же говорю до сентября. Я говорю, до сентября нету игр. Ну, до сентября. До сентября не включительно. Вот так вот. Minecraft 24 на 7. Играть в заказы. Ну, так вот. Поэтому давайте я вкратце расскажу, что может вас ждать, что я хочу устроить, в принципе. Ну, то есть, я уже давным-давно обещал, то, что там бла-бла-бла, ремонт закончился. Он закончился, если что... Когда там закончился? Две недели назад, что ли? Он закончился, да, то, что я тут восстановлю, там, видосики на YouTube и так далее. Ну, вы сами понимаете, там, Ori, потом Doom, потом еще что-то, потом игры всяческие. И поэтому как-то все так, ладно-сладно. И самое главное, вот, я хотел 1 апреля. 1 мать в апреля залить лучшие новости на YouTube. Он сделал вот этот, вот этот, там, ну, кто смотрел, знает. Кто-то не посмотрел, посмотрите на Twitch, если что, есть в записи. Я его отдельно, кстати, хайлайтом выделю. Я хотел сделать это, как таким вот, типа, переходом, да, от ничего, да, к возвращению Fallout 3. Но так как YouTube из-за своих тупых, дебильных систем распознавания фейковых новостей о коронавирусе удалил мой ролик дважды. Я его пописил, удалил там далее, типа, шуточки про коронавирус. Скорее всего, и этот ролик заблокируют после того, как его посмотрят. Потому что они как-то там через говно определяют. Они даже послание Путина, кстати, удалили по ошибке из-за того, что их система определила это как контент, который не подходит к правилам. Вы понимаете, да? Но это было правильным, на самом деле, решением удалять обращение Путина. Так вот, они просто взяли, удалили ролик дважды. Я его, конечно, на Twitch'е показал. И у меня абсолютно, вот, абсолютно желание пропало, хоть что-то переделить на YouTube. Вот, серьезно, я вот просто подумал, нахуй YouTube, ну, в смысле, да, его нахуй. Может быть, Fallout 3, да, пройти на Twitch'е. И что-то такое сидел, думал, там уже новые релизы вышли. В общем, да, у меня отошло вот это вот, вот это бомбилово отошло. И все-таки Fallout 3, да, пройду на YouTube, так и быть. Но что я хочу сделать еще? Я хочу вернуть LNU 2.0. LNU вернуть. Ну, то есть, я что-то смотрел, смотрел. То есть, как бы, вот, я не увидел никакой динамики, да, по поводу того, что людям интересно. То есть, я пытался вот, я LNU закрыл, да, и вот маленькие видосики выпускал, короткие обзоры. И как-то, вроде бы как, что-то народ смотрит короткое, да, что-то не смотрит. Потом, как бы, большие обзоры выпускал несколько, да, народ их тоже смотрит. И как бы, ну, вот, динамики я никакой не понимаю, что людям интересно. Ну, так я полагаю, что вообще пофиг, да, так что я буду делать то, что я хочу. То есть, вот просто делать то, что хочу делать Вот знаете, много есть на ютубе Там коротеньких обзоров, маленьких Я буду делать длинные, большие Прямо вот не по листочку читать, а вот как Прямо сейчас говорю, естественно, я их Вот так и буду говорить То есть, там перед камерой сяду, где-нибудь там Ничего не делать Тоже такое себе, да То есть, буду запиливать длинные Большие обзоры, но, конечно, там Постараюсь все-таки сделать более-менее плюс-минус Монтажа, то есть, раньше сидел перед телевизором Чем тут записано геймплей было На этот раз я буду вставлять какие-то эпизоды То есть, показывать геймплей как-то подходящий К тому, что я рассказываю И в целом, то есть, плюс-минус монтаж какой-то будет И, естественно, думаю Торопиться смысла нету, да Обзоры на фильмы, не про игры вернутся Ну вот это я не знаю, на самом деле, у меня тупо на это Времени нету, то есть, смотреть фильмы То есть, как бы, смотреть фильмы Устраивать стримы Там какие-нибудь 9-часовые Да, потом пилить Ролик, да, то есть, те же самые Илюши новости, я пилил, вот, верите, нет Я пилил их сутки Ну, то не ладно, не сутки, но день Просто вот день с утра до вечера Я просто тупо сидел пилил Если все собрать вместе, что я делал Я два дня их делал, но если все собрать вместе Это вот утром 7 часов в 8 Дай к 6 закончить Вот примерно столько я и пилил То есть, писал текст Потом, там, снимал что-то, да Потом еще, там, плюс-минус монтаж И находил, там, контент какой-то для ролика и прочее То есть, все это заняло какое-то определенное время Так вот, и не про игры занимает, ну, примерно столько же То есть, нужно просто тупо день освободить, да, на это все И, ну, вот честно скажу, как бы, это не профитно Ну, то есть, абсолютно Я, конечно, понимаю, что можно сделать Можно сделать что-нибудь более-менее время затратное Просто могу сесть перед камерой, сказать о фильмах, да Но это будет не очень интересно смотреть, я считаю Тут, как бы, плюс-минус монтаж, все такое Потому что людям же надо знать, как фильм выглядит О чем речь вообще идет и так далее Так что, а это, как бы, ну, на самом деле То есть, если даже все фильмы посмотреть И там каждый идет в среднем 2,5 часа Это нужно потратить 25 часов На то, чтобы фильмы посмотреть Я, конечно, не все фильмы не смотрел Но, в целом, как бы, там есть фильмы, которые надо много смотреть, да И, по идее, потом, как бы, написать текст Рассказать и так далее То есть, все это требует очень много времени Так что, это очень сильно затратно Учитывая, как бы, то, что можно просто взять Тупо попросить какой-нибудь себе еще работы Там, где я работаю, да, на ночь Просто, как бы, взять, отменить стрим завтра И, ну, это будет более профитно Ну, как бы, да, вот так вот Поэтому я не знаю, вернется это дело или нет Пока что, хз, не могу ничего сказать Пока что больше хочу все-таки Эллинью 2.0 хернуть И начать добивать Фоллаут 3, наконец-то Ну, еще что-то плюс-минус Замутить все-таки какие-то и дети Не, на самом деле, самый главный приоритет сейчас Это вот эфиремно Я просто жду, понимаете, вот я ничего не могу сделать Я просто жду сейчас Я даже уже, как бы, там, художников не прошу ничего рисовать Я просто жду, пока Сережа сделает основу Чтобы в это все впихнуть Но, как бы, да, он сказал, что он мастер дедлайнирования Поэтому Вот такие вот дела И На самом Твиче, как бы, тоже скопилось множество Много, очень много долгов По поводу трехчасовых заказов Потому что тупо не было времени их исполнять Я думаю, что все-таки Начину сам себе оставлять палки в колеса Потому что, если я устрою большой, огромный стрим, да По трехчасовым заказам Люди еще себе поинтов, как бы, ну, кастанут Да и еще закажут То есть, по сути, как бы, когда-то было, да Когда я, там, выполнял три трехчасовых заказа за один стрим Да, за этот же стрим я прилетал еще три трехчасовые заказа Такой сижу Ну, как бы, не сдвинулся с места Но что-то, типа, сделал Но так у нас, в принципе, никаких новинок нет То и остается, что, в принципе, сабгеймы, да Какие-то, там, мини-сабгеймы получаются И трехчасовые заказы Которые вот так вот получают То, что будут выполняться, по идее Можно, в принципе, даже каждый день И Я думаю, что в майские праздники Мы устроим с вами марафон По вашим трехчасовым заказам Может быть, даже суточный Но пока что точно не знаю Но это будет точно марафон То есть, это либо будут два дня Да, каких-то там, ну, я не знаю Там, четыре-пять трехчасовых заказов Да, пять на три, это пятнадцать Нет, ну, пять-шесть трехчасовых заказов Либо это будет Суточный стрим трехчасовых заказов Ну, что-то я не знаю Готов ли я сутки сидеть, на самом деле Сейчас даже хз То есть, последний трехчас... Последний суточный стрим когда был? В общем, учитывая Что творится, как бы, с... Со здоровьем Как-то не особо хочется, на самом деле Может быть, устроим два... Ну, я думаю, вам тоже лучше будет То, что будет каких-нибудь два Вот, майские праздники Два стрима, да, таких больших Марафона, да, чем суточный стрим Потому что суточный стрим, считайте, да Ну, устроим суточный стрим А это потом целый день выходных Да, ну, то есть По идее, вот, более продуктивно Будет устроить два больших дня Может, мафия, по-моему, вернуть Раз себе подмам, вдруг получат... Не, Борков Не вариант Я не хочу, если честно, собирать, там, и так далее Нет Все, мафия Прошла лучше Лучше, вместо мафии лучше Если очень сильно хочется Что-то такое Погамать, да Более-менее Компанейское и простое Можно взять каких-нибудь гремлинов Гремлины, да Ну, не тейблтоп, конечно Но можно в гремлинов, по идее Просто засесть, если что Весьма-таки неплохая игрушка Мафия, ну Ну, все, как бы ГГВП Там, это уже 10 человек 11 человек набирать Сложно Мафия, кстати, еще в schedule А, ну, я потом Может, специально что-то поменяю Так вот, и Майские праздники Может, раньше Или сейчас коронавируются Все дома А в мае может все закончится И на работе Какое закончится? Ты о чем? Да июнь, сиди дома На самом деле, как бы Наш Патриарх обвил до 30 апреля Очень умные эти выходные Потому что Дальше-то майские праздники Там тоже выходные Поэтому, да Ну, уже все на работу ходят Ну, то есть Там есть у Яндекса В общем, индекс Самоизоляции Как он называется Пока, сколько людей дома сидят Так вот Он на первой неделе выходных Был более-менее высоким Сейчас Все на улице Вообще всем насрать Много людей Их, например, ночью смотрят Ну Есть момент просадки, конечно Но Ну, вот я тоже думаю Да Просто может быть человек Который Заказал эти Три часа Да, он не сможет Там Его заказ на утро Выпадает Да, в самое мертвое время И кому он не сможет прийти Такое себе будет Может записи, конечно, посмотреть Но Да В Мафии был лучше Финал Шериф А Канил Кейн Забыл, что он Шериф И выгнал себя на нулевой ночи Я Я просто Даже не хочу вспоминать Что там было Так что Да Поэтому К чему я еще-то вел Вел я к тому Что В принципе Игоря нет Но новости у нас еще есть И поэтому Какие-то частичные новости Мы сейчас глянем Которые тут в дискорде Люди предлагали И тут в принципе Что-то, да Имеется Мы не будем все смотреть Просто прокручиваем Немножечко новости Посмотрим, что там Зацепится Я тоже новости видел Какие-то определенные Но я уже забыл Какие-то там Какие-то может быть Что-то там Будет и так далее Поэтому вот Давайте частично Кратце Просто вспомним Что у кого было Тем более, что Да Что-то важное За тобой здесь Epic Games выпустит Следующие игры От Remedy Playdead И GenDesign Издательство Заключило в сделке С создателями Control Inside The Last Guardian То есть они прям Издателями будут Полная творческая Свобода при сохранении Разработчиками Авторских прав на IP Издатель покроет До 100% расходов На создание игр Прибыль делится Пополам между Издателем и разработчиком Так Epic будет отвечать За релиз игры Не только собственно Магазин на ПК Но и на консолях Партнерство будет Мультиплатформенным Ну то есть Так GenDesign The Last Guardian Ну я не знаю Если честно Сколько у них там денег На самом деле Поэтому как бы Вопрос реально Ну не вопрос как бы А это неплохая сделка В том плане Что может реально Получиться хорошие игры То есть И даже Понимаете Они вот сейчас Да если посмотреть Вот на тот подход Который у них был Да Epic Games Они раньше просто брали И тупо деньгами Людей извлекали в магазин А тут Они прям оплачивают Разработку игры Вот это я считаю Правильный подход Вот это я считаю Хороший подход К тому что Они заманивают Свой магазин Ну то есть по сути Это будет эксклюзив Epic Games Получается Не то что они Укупили Да А то что они Прям Помогли в разработке Так что Может быть Это кстати Вызвано из-за того Что Epic Games Store Тупо как бы Ну не приносит Достаточно денег Сколько Приносит Так что В принципе Ну да Они на Fortnite Деньги делают Но хотя бы Они кидают В Правильное Нужное Русло Для Того Чтобы Игровая Индетрия развивалась А не как это делает Activision Которые Нихуя не делают Ничего не развивают И тупо как бы Сосут деньги Из Хардстоуна Из Чего там еще Ну из Близзард Которые нихуя не делают Тоже Извините за мат И из колды Каждый год Ну вот реально Вот что они сделали Activision Вот серьезно Вот в этом году Что Вот в прошлом году Что они сделали Выпустили колду Насосали из Хардстоуна Насосали из World of Warcraft И все Ну вот реально Они больше ничего не сделали Они тупо сосут деньги Вот просто реально Насасывают Секиру как издатель Ну Ну ладно Может быть Этот еще вариант Ну вот Они только Хорошо Они издали секиру Все Все остальное Это насасывание денег То есть Они берут Насасывают деньги Для того Чтобы кинуть Дальше Насасывание денег Это не развитие Это знаете Это просто Ты в замкнутый круг Зашел А вот когда Твое насасывание денег Закончится Оно никогда не закончится Вот ты реально Сидишь и ждешь Когда это говно умрет Ну кстати Battlefield уже перестал Насасывать деньги Ну то есть Раньше это было Насасывалка денег Ну не насасывалка денег Конечно Но Эта серия приносила Много денег Сейчас уже Не приносит так много денег Как хотелось бы Electronic Arts Скорее всего И вот здесь Когда-нибудь Может с колдой Будет не так Но учитывая то Что они Выпустили Бесплатную Бесплатный Бэтл-Рояль Да Колдовый Который уже По-моему Которому уже Потеряли интерес Люди Там говорят Много багов Читаки И так далее Но уже По-моему люди Потеряли интерес К нему И вернулись В Апекс Но учитывая сейчас Что еще вышел Валорант Да Кстати вот По поводу Валоранта Хотелось бы сказать Отдельное Дело Хотя ладно Нет давайте Давайте сейчас Про Валорант А то забуду Потом и так далее Валорант Новая игра От создателей League of Legends Это Шутан Это КС С элементом Overwatch Я честно Вот честно Правда Не понимаю Почему так много Людей хотят Получить ключик Чтобы поиграть В эту игру Я вот смотрю Я не вижу Ничего интересного Это КС С истоперделками Какой-то Ну вот серьезно Как будто Поставили мод на КС И ты играешь Мод на КС И просто Больше ничего Интересного не вижу Ну Никак бы Может быть Вот просто И Сколько Ботов Смотрит Трансляции По Валоранту Для того Чтобы получить ключик И для того Чтобы продать его За миллиард денег Причем Реально На платиру Есть Есть Какие-то Продавцы Которые продают За 15 тысяч Ключи За 5 И у них покупают Понимаете Там за 5000 рублей Покупают ключи Которые бесплатно Падают на твиче Ну да Они с ними борются И с ботами И с торговцами Но деньги-то Все равно Отдают люди Ну Всех Я думаю Не перебанишь Это невозможно То есть С читаками Невозможно Всех забанить Читаки Рано или поздно Ну как бы Нет Не умрут В смысле У них будет Целая куча игр По вселенной Фатинг Диаблоид Рпг Валорант Ну деньги есть Они типа Херачат Но блин Я Вот Просто Объясните мне Вот может быть Кто-то В комментах Я не знаю На ютубе Или вы мне Объясните Что такого В этой игре Ну просто Я смотрю Ну она Ну 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 Никакая Ну то есть Вой овервотч Еще в свое время Типа зашел Как быстрый Аналог Быстрый Аналог С элементами С элементами Мобы Как аналог Типфортерса Ну то есть Вот такой Типфортерс Да Большая Длинная Сложная Игра А тут еще Мобы подъехали И так далее В овервотче Как вариант Да Хорошо Он зашел Людям Но что еще Вот здесь В Валоранте Столько проблем Что лучше уж КС Там ни хера нет Ну Короче Я честно Не знаю Правда Тоже Сидж Который играет Там по крайней мере Есть статегическая Составляющая Да Тактическая Или еще Что я там еще Играл Да блин Гребаный даже Dead by Daylight Он имел Ну имел Оригинальность Да Пока Разработчики Не обучились В полное говно Какую-то херню Там С дисбалансом С балансированием Не понимая Что они делают Вместо того Что фичить В принципе игру Делать Гребаные Выделенные Себера Они херачили Костюмы И прочее После запуска игры Ну блин Кому не нужны Там в общем Та же самая Те же самые люди Которые сначала играли До сих пор Играют в ДБД И просто Ну это такая Знаете Очень казуальная игра Для того чтобы Поиграться с друзьями Они же Позиционировали себя Как убийцу КС То есть аналог КС Невозможно убить КС Это невозможно Вот Пока В общем Умирают убийцы КС КС будет Существовать и жить Ну то есть Как развивается КС Ну вот Сейчас зайдешь в КС Да И посмотришь на КС С двухлетней давности Ты видишь то что Игра в принципе Точно то же самое Да Механика Стрельбы И так далее Но в целом Как бы он уже По другому выглядит Ну то есть там И скины И прочее И меню И так далее Развивается Карты меняются И так далее Ну просто он Как бы для Олдов Он для старых людей КС новый движок Собирается Приходить Но если Сорс 2.0 То почему бы и нет Они скорее всего Как называется Когда можно На другой движок Прийти Ну вы поняли Легко перенести То же самое С дотой Хотел сделать Перенести На Сорс 2.0 Начинает Дисбалансов Персов Валорант И заканчивая Что персы Тупорут Какие-то фразы В середине раунда По типу И ты не услышишь Врага Ну может Все пофичат Еще На самом деле Ну то есть Игру можно В принципе Смотреть Любую игру Можно И увидеть То что Можно развить До такого состояния Что она Будет конфеткой Ну то есть И Валорант Может быть Станет другим Поменяю и так далее но в данный момент ну я хз она вот в лично мое внимание интерес не привлекая да то есть я бы лучше поиграл в что-нибудь другое если честно из мультиплеера ну да ладно поэтому вот valorant но столько ли там просто у того же саммита сидит 250 тысяч людей реально сидела но у меня такое чувство что это были боты я не вижу 250 тысяч людей может сидеть и смотреть вот это это неинтересно ну типа тот же самый кс нам 250 такое чувство будто наводнили боты вот реально ну может или очень хорошая игра я хз короче поехали дальше тут вроде бы ничего интересного а ну вот скорее них на прямой трансляции в честь десятилетия мир объявили выходе первой части издание в издание replicant написать на без 4 xbox one pc проходите это конечно не буду потому что мне прошлого не хватило знаете самая главная ошибка была это проходить вторую третью компанию мира который автомата потому что первая компания была ок хорошей идеальной клёвый прикольный 2 2 компания ну такое себе третье ладно было такое себе но оценки ремейка резиденты внутри уже думаю все знают сегодня мы не будем говорить конкретно об этой части да мы говорим в принципе обо всей серии зентилы как обо всей серии файл фэнтези сколько я знаю о ней до полноценное мнение потом уже расскажу в review закрытый бета-шутер валранта травят стартут 7 апреля ну в общем мы об этом тоже обсудили что-то еще есть дала-ла-ла ну в общем если счет пропустили то неважно я такой очень такое большое смотрю что в принципе было бы интересно послушать и учесть west and 3 отложили три месяца до 28 августа ну вот это я хотел поиграть на самом деле в в мае но как бы нету его муки в августе ну то есть они шли отложить до августа поближе к киберпанку чтобы люди не покупали west and 3 и купили бы киберпанка . бы выходит киберпанк начале сентября да у тебя west and 3 с конца августа остается ну серьезно что ли вот вы просто я конечно понимаю что они наверное скорее всего на доделку отправили или за коронавирус или еще что-то но это очень тупое решение пытаться в что-то из рпг поближе поставить киберпанку я все понимаю конечно но блин там разные игры но вот просто сказать человеком смотри две недели до во время не выходит в снг и киберпанк 1077 от разработчиков вечера что ты возьмешь выходит середине сентября 17 из точнее не снимал ну ладно 17 токи тогда заканчиваем все что сказал я бы все много выбрал бы кибербанк там типа денег мало тогда все-таки это деньги там покупать так далее подобные проще да гирс 5 батиста бомб блин да тут кстати гирс тактикс выходит еще новый x-ком выходит научу попозже может быть новость об этом есть но в случае сони в этом уже сказали первый плей команды redhook studios показала фанатам набор концептов не анонсировал дополнение для дарки с даже на следующий день выяснилось что разработчики не шутили студия анонсировал мультиплеерный аддон the butchers circus это будет мультиплеер где вы будете сражаться 4 на 4 это очень странная но прикольная идея в это играть конечно не буду но я бы сейчас такими стримы ролики бы посмотрел что-то прикольное на самом деле но я в этот не полезу потому что но я честно не уверен в том что это будет не жопа разрывная хрень потому что ладно это просто билд на билд но прикольно еще на этом может эти деньги поделать скины и прочее но учитывая то что у игры в принципе есть мастерская да а хотя нет мастерская же только для тебя работает а скины работы для всех ну ладно зная чат будешь ну как бы дел ситов сделку не входили любом случае rock legacy 2 анонсировали та самая игра где ты играем то есть рогалик где ты проходишь подземелье так далее если у тебя дохнет туда то ты играешь за его потомка потом так далее там подумали короче потомки пытаются жахать 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 и ты захочешь забиваешь его предшественника прикольная игрушка я что-то играл по моему где-то в начале скобочках стримерской карьеры не буду сейчас сказала как бы это на полном серьезе я же не дебил да конечно же на полном серьезе вы чё возможно детали резидент и в 8 прогревал инсайдер даст горем об этом чуть потом сразу несколько студии рассказали о том что собирается добавить свои игры различные формы предупреждения о вирусе ковид 19 почему это читаю не знаю я же говорю только что буду жирные новости читать какие-то так что у нас еще тут есть а геймпад playstation 5 напоминает усилия если честно вот реально трусы ну кстати прикольно но знаете чё-то как-то мне не хочется playstation 5 брать вот серьезно если выбирать вот после выхода half-life алекс на этим вот если выбирать между новой консолью и вверх шлемом я взял яр шлем вот еще такое чувство то что люди посмотрят сейчас разработчики посмотрят на half-life алекс посмотрят посмотрят спи будут этим воодушевляться и сделают хорошие большие яр игры они просто какая-то херня ненадолго да и можно еще принципе vr порнула фильмы посмотреть принципе в яре может какие-то эти инсталляции еще что на все посмотреть и в принципе да но от розовый труселя конечно привлекает внимание инди игры уровня гриллайт vr хочешь некоторые прикольные я я просто хочу узнать что сделать еще дайте vr шлем вики посадить его хорош какой-то поиграть чтобы просто пожрать или ваф я реально хочу пожрать над этим сони будет vr 20 а half-life алекс у них будет что-то я не верю что не будет vr 20 а что этот vr шлем то есть она как бы а чем отличается хорошо зачем нужен vr 20 что будет что будет vr 20 по сравнению с текущим вирам у них типа у них же есть уже vr шлем они же обещали то что что геймпады что vr шлема не будут как бы обратно совместимы с патришн 5 ну вроде как просто как бы вот этот геймпад который здесь на экране мало чем отличается от этого геймпада то есть тоже те же самые стики до те же самые кнопки слева ну он практически такой же я думаю что если они сделают обратную совместимость с дуал шоком вот этим четвертым это будет просто плевок лицо какой-то надеюсь что кнопки не будут центрами видео только фотки такие вот эти кнопки нет они нажимные чисто нажимные кнопки прям видно пищи же слабенько сам шлеме и разрешение поэтому разум так вот разве генерит картинку не сама машина железу я просто я шлем не разбирал ну типа отображение ты меньше туда розовый дизайн фанаты сделали хочу упастить это а другие расчехлили photoshop не ну блин принципе я просто показал то что розовый будет прикольно это полагаю будет белый черный черный но все равно прикольно тип выглядит розовый я взял розы вот прикольный но эксперты провели новое следование воссоздали изображение игроков которые в течение 20 лет будут вести неправильный образ жизни постоянно ходить за компьютером игровыми консолями исследователи изобразили модели парни которого они назвали майкл будущий геймер 2040 года ребята ташмы выступ в черепе что такое выступ в черепе типа у меня есть выступ в черепе ну как бы проплешины докачья черные круги это шья залитый кровью глаза волосы в ушах горбатая спина круглые плечи ожирение экзема ладо экзема то мне еще бледная кожа я рыжий у меня принципе бледная кожа на что вы намекаете искривление от шутера от первого лица волдыри палец playstation артрит нинтендо мозоли на пальце есть мозоли на пальце кстати опухшие лодыжки за что ты узнал себя это это твоя фотография бы алисе как они вообще видеть для себя геймеров вот как бы ну то есть неправильный образ жизни хорошо то есть он тупо будет если человек будет вести неправильный образ жизни в течение 20 лет он умрет в первые три года потому что его тупо уничтожит язва невозможно вести неправильный образ жизни в течение 20 лет ты сдохнешь это невозможно это просто невозможно ну это чисто гипотетически да ну тут скорее всего должен быть труп вот вот реально труп кстати он весьма таки симпатичный выглядит для сотров от блин на пост твич обновил свою политику отношения ноготы и откровенной одежды короче говоря там что-то нельзя показывать жопу но можно сидеть в декольте определенным всем насрать если честно абсолютно всем насрать но кстати они недавно была в общем какая-то стримерша есть машина не на твиче помогать ее зовут и не помню короче она как-то очень 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 убого и не смешно прям ну реально не убого это прям было не сатира это было просто унижение на поводу коронавирус пошутила мол я сейчас цитирую если что что нужно выпустить коронавирус в принципе и тогда земля избавиться от бедных и бомжей это она сказала мол это потому что это смешно вот как бы ну в этом я не вижу ничего смешного и там она с кем разговаривал про это он сказал что ты чё говоришь что я в этом сейчас не вижу ничего смешного правда как бы ну ладно может быть это было бы может быть конечно то что я прочитал это я не стану с ним не был то что я видел в новости к это но это было передано как может без контекста для может контексте это было бы где-то забавно где-то в целом но так как мы знаем что twitch принципе вырывает все из контекста только не вывали из контекста нее сбали за это навсегда то есть это был такой большой жирный стрим в плане сабов фолловеров подписчиков так далее с большими которые постоянно большие сиськи твои свои вот вебку пихал и у него была такая вот веб когда я которую видел только вот это и в основном там сиськи были вебки доклад юзы больно всегда без вопросов без разбан и так далее все как бы вот поэтому смешно пошутила но сиськи она своей больше не покажет почему я вообще об этом сказал потому что тут был про сиськи это никак не связано просто если что есть тут не знает вот такая ситуация была 10 ядерный флагманский intel core будет греться сильнее чем любой современный домашний процессор вековая труба и в отоплении оно не нужно нахрен срезаем трубы не будем платить все погнали зачем я покупаю 10 10 ядерный знаете 10 ядерный звучит как как будто ты запускаешься ядерные реакторы вот реально вот просто если он взорвется будет второй чернобыль гугл сайте стал бесплатно два месяца кстати geforce experience еще стал каким-то бесплатно на какое-то время и я хотел попробовать как-то на стриме все это дело фаут 76 кстати вышел вчера в стиме говорят что по-прежнему все поносно и плохо это не захотите туда наборку понравится но я когда играл когда фаулаут 76 вышел ну да это весьма такая средненькая игра но ничего такого откровенно плохого не увидел еще до кучи час добавили неписей и я только одного не понимаю давайте зайдем на страничку фаулаут 76 не смеетесь парнуха не была открыта никакая только бы этот один раз зашел не в тот раздел стима и мне было просто интересно что же там испарнуть там такое есть да ну в общем вот я только одного я не понимаю цена образования можно купить фаулаут 76 за 2000 рублей а можно купить фаулаут 76 west landers deluxe edition за 2000 рублей это как а можно подписаться на fallout first чё такое fallout first не может купить атомов для но они хотя бы потерпели что ли с выходом 7 что-то должно поменяться нет фаулаут first премиум подписка для фаулаут 76 не уходит закрытыми для вас и семи друзей ящик для разборки с неограниченным хранилищем ну и да 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 в этом говорили на и 3 какой-то по моему а нет на этом где-то говорили короче говоря 1650 атомов в месяц для использования в атомной лавке уборку ты уже купил закрытые миры все еще плохо работает ящик имба короче я на самом деле в это даже хотел поиграть но одному это играть я думаю невозможно поэтому просто можно купить настолку fallout и поиграть в нее будет принципе точно то же самое тупо вкинул деньги знаете что самое забавное вот я прям но из чем есть на только fallout и я весь еще нам есть так вот и дело в том что она тоже не доделано понимаете вот тупо вне зияющие просто провалы в правилах сначала я думал что это разработчик не доделал потом я понял то что на самом деле это не баг это фича даже в настолке просто вот в настолке они не смогли все доделать до конца чё еще хотеть от игры то поэтому получаешь полный набор интересностей fallout нет ладно сколько длится на партия fallout часа три капком запустила производство ремейк резиденты вот 4 об этом сообщает издание vjc засылки на собственные источники а что там переделывать вот реально что переделать в резиденты л 4 там же все нормально то есть уже есть уже порты на все платформы что там переделывать эта игра идеальная идеальная она не устарела она до сих пор работает вы сделаете еще хуже вы не сможете делать лучше блин в текущем состоянии учитывая резиденты в 3 да и то как он выглядит невозможно сделать лучше ну давайте это мы поставим на потом опять же у нас же сегодня про обители зло будет что-то кстати там что-то официальный титер аккаунт кризис еще тизерит у них то получаем данные так далее вынылась террария и вот еще анонсировано x-com химера сквад спин-офф x-com 2 без генерации rockstar что значит без генерации что значит без генерации я не понимаю твоя новость объясни мне пожалуйста что это короче я знаю что там происходит в общем это спин-офф играется он отдельно сейчас мы можем приобрести за 500 рубасов до какого-то там апреля до 1 мая будет стоить за 500 рубасов и там вы объединить то есть спин-офф то есть я я не понял это будет относиться к общей истории нет но в любом случае какая разница каждая часть каждая часть экспома это новая история так вот у вас будет отряд из оперативников и из отрядов пришельцев почему он выглядит как говно я посмотрел на скриншоты там принципе как старый x-com что там такого то я не понимаю давайте просто посмотрим на скриншоты может конечно не те скриншоты смотрел я какая лаборатория идешь ты в жопу еще такого то этот тоже точно такая же игра с точно таким же с такой же боевкой вам не нравится интерфейс вот и ним плей пазы а папе говермент о теговиде сом мейджинс мейджин 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 такой дешевый спин-офф ну я бы на самом деле посмотрел просто я хотела чтобы блевануть я не знаю ну понимаете просто что вы ждете от игры если ее анонсируют за 9 дней до релиза за 10 дней до релиза скорее всего делали на коленке это полгода может быть даже не полгода может даже еще меньше просто ну хз лучше настольный x-com купить его нет в продаже да поэтому нет альтернативы короче как то так тут трейлеры есть дата релиза да кстати тут сони сказали что раздадут всем джорни и сборник анчарта в playstation store и знаете я я все это время ждал когда они сделают нормальную скидку на сборник анчарта реально ждал терпел и тут у них бесплатно такой сижу и знаете человек который недавно купил сборник анчарта такой сидит хорошие люди очень хорошие люди и кстати конами анонсировали для починка автоматов там и так далее и прочее добро сайлентхиллы новые да что тут у нас еще есть а ну это свежие новости конечно но я говорил что будем большие новости только смотреть все если что так что там запретил устраивать мероприятие правительство германии 31 августа из-за подновления ковид-19 судя по всему про выставку геймс кома 2020 который проходит в керне можно забыть да не будет ни е3 ни геймс кома в базе французской версии так интернет-магазин амазон заметили PC версию days gun лол из нового расследования так стало известно что следующей игрой rockstar действительно станет gta 6 да ладно но ее только начинают делать поэтому на анонс и уж тем более релиз в ближайшие пару лет рассчитывать не стоит да что ты там еще хотел сказать я что-то хотел сказать но я забыл да чат что мне там славно потом отложить надо ну а сборник был в 19-ом году а я Uncharted купил на PlayStation 3 не я реально как подумал блин эти уроды делают деньги много раз на одной игре я не буду покупать я такой ну и хер с ним и ждал не я как бы хотел взять но теперь как бы можно Uncharted как раз пройти для сабгейма там же какой-то был там же Uncharted предлагали да я говорил что мол пока не куплю на PlayStation 4 не будет так вот завтра возьму как бы на халяву даже на паку Days Gone не нужен ну кстати тоже по скидкам в продаже так далее ну в любом случае да вот так вот ну знаете вот я просто вроде не поднимал подкасты столько времени да а по идее как бы для них особо так тем-то и нету ну то есть если раньше были какие-то фильмы какие-то игры да какие-то новости которые можно было долго пообсуждать то сейчас как бы учитывая то что настолки уже обсудили учитывая ну у меня темы теряются вот реально сложно найти какие-то определенные темы которые можно было бы ну на подкаст взять и растянуть да и новостей то особо нету потому что какие новости если люди тупо не работают сидят там где-то еще что-то делают да да так что вот так вот ну на сегодня все-таки тему нашел нашел тему в качестве обсуждения всех всех игр серии которые вообще у меня есть память как обители зла так финалки вообще обе эти части они идут с playstation 1 и знаете вот мне интересно почему у людей из 90-х да у них вот эти вот серии именно resident evil silent hill да потом какие-то ну то есть final fantasy одни из самых любимых может быть это связано с тем что в принципе всякие другие другие части да другие игры были не особо популярны среди тех кто продавал диски так далее ну то есть предлагали какие-то игры на playstation 1 да неплохие там на часовые заказы которых я в принципе раньше не видел но они оказались достаточно хорошими и в основном на слуху у тебя silent hill там resident evil и многие люди как раз таки знакомы с этими играми с эпохи playstation 1 но опять же я встречал очень мало людей прям очень мало людей которые фанатили прям с metal gear solid прям с первой части ну то есть тот же мгс который более-менее популярный у нас как-то особо в стране он не особо котируется да вот интересно с чем это связано вот такое чувство что это связано как раз таки с теми пиратами которые переводили игры и дистрибуцию устраивали вот если раньше если сейчас в основном как бы человек покупается на рекламу да то есть ну многие люди играют в assassin's creed потому что Ubisoft делает там красивые ролики и реально считают то что это хорошие игры ну свежие новые да и покупаются на всякие там destiny и прочее забывая там о других играх у которых мало рекламы ну реклама двигатель торговли в данный момент то раньше да во времена старых консолей как бы когда рекламу ну рекламы как таковой не было у игр ты играл в то что в принципе тебе дадут те же самые ну пираты можно сказать да или те кто дистрибуции занимался нелегальных копий в наше ну то есть не в наше время да в мое детство хотя у меня не было консолей да тогда никаких в принципе да и мы перейдем в принципе вот то что я сейчас сказал не только на playstation 1 не только про playstation 1 я говорю да а в принципе тоже дэнди сегу столько игр есть больших там да офигенных хороших больших типо метроида косвений и так далее но в целом то люди знают что там марио танчики и черепашек ниндзя вот такое более менее ходовое то что люди знают поэтому как бы вот что было да то тебе давали то есть людей 90-х их мировоззрение да их взгляд на мир в плане как-то относящего с чего-то к игровой индустрии все это воспитывали те люди которые в принципе занимались дистрибуции это была не реклама да по идее но эти люди показывали то что вот ограниченный был выбор да и эти люди у тебя как раз таки создавали вот этот вот взгляд на мир который в принципе многих сохраняется до сих пор да и и многие люди старые люди уже да можно сказать ну 30 лет уже старый человек можно уже гроб заказывать они не готовы открывать для себя что-то новое и по-прежнему думают то что kingdom hearts хорошо то что final fantasy хорошо да и по-прежнему продолжают сидеть вот на этой вот эмм игле одобрения одобрения этих частей серии а вот эти вот серии до сих пор поразитируют на на старых на старых играх я как раз таки говорю о final fantasy и resident evil но я бы не знал не сказал бы что это паразитирование да с точки зрения final fantasy 7 ремейк который просто переделали абсолютно и там полностью не канон в конце можно сказать ну частично канон частично не канон сейчас будем беспорядок еще но вот resident evil 3 это чистейшее паразитирование потому что создано людьми которые вот как будто не умеют делать игры как будто не понимают что они пытаются переделать потому что resident evil 3 недостоин звания ремейк это какая-то обрезанная версия hd ремастер знаете вот реально hd ремастер и с вырезанными частями которые не смогли переделать под hd вот такое вот чувство то же самое black mess да это ремейк final fantasy 7 это ремейк а вот resident evil 3 это не ремейк это говно собачье так вот если говорить о самой самой как бы вот всей серии resident evil у меня вот возникает вопрос с тем людям которые по-прежнему все еще возникает вопрос с тем людям которые говорят что resident evil 6 полное дерьмо у меня вот большой вопрос к этим людям возникает потому что в той же resident evil 6 больше survival horror чем resident evil 3 ну вот да она достаточно упрощена в том плане то что у тебя есть аптечка то ты можешь хилиться и так далее но там есть стрельба нормальная да там есть боссы более-менее проработанные там есть механика эта кооперативная да там есть много компаний много персонажей и самое главное что там есть да вот основной геймплей который подразумевает да ё-моё а мне и так неудобно и так неудобно подстричь я не могу потому что парикмахерских нет а как бы ну стрельба там проработана много лучше потому что по крайней мере там есть импакт выстрел из оружия то есть ты можешь стрелять в ногу врагу да и он как бы будет шататься в resident evil 3 в том числе в resident evil 2 этого нету то есть ты стреляешь можешь выпустить полобоймы из пистолетов в зомби в голову он как бы продолжал эти так и будет продолжать я всё конечно понимаю может физика другая в resident evil 3 ну в мире resident evil 3 но блин просто перед тобой стоит туша с мясом она хотя просто по физике должна отклониться назад когда ей стреляет в голову она как губка понимаете губка которая поглощает пуля впитывает свежак на amazon страничка пк версии персоны 5 роял ну и чё когда анонсируют тогда да на amazon все может появиться может быть просто ошибка как в любом другом магазине это вообще даже за слухи не считается но может быть какая то ошибка людей которые наполняют магазин и всё и как бы вот моя основная принтезия resident evil 3 то что он не то что не чита основе да а то что он как бы не подходит серии как таковой ну то есть в нем нет не survival хоррора да потому что когда у тебя в ящике 10 аптечек примерно ну у меня было 6 спреев то как бы у меня вот возникает вопрос тем людям которые говорили что resident evil 6 говно а вот это вам как на максимальной сложности когда проходит ладно максимально там на средней сложности проходишь вот это вам как когда у тебя 6 спреев в багажнике и ты идешь на финального босса у тебя реально аптечек больше чем инвентарь просто как и как бы да и вот если посмотреть на всю серию да а то то у нее как бы вот такие знаете падения есть вот по всему развитию и понятно что первую часть струюча сделали знающие люди понятно как бы сначала там Синзи Миками потом господи как его зовут этот лысый хрен который постоянно себе посылает твиттере ну вы поняли сейчас подожди я посмотрю как его зовут постоянно забываю Хидеки Камия который еще байонет потом создал да вот они вот один сделал вот игру да Синзи Миками сделал им игру показал какой механика должна быть второй пришел он ее доделал переделал улучшил добавил всего чего только можно и захерачил вам одну из самых лучших частей серии которые потом еще и ну переделали да и переделали более-менее правильно ну потому что просто невозможно из ну и даже если ты полностью скопируешь перейдешь в 3d что-то да невозможно сделать из шедевра говно да тем более что как бы Resident Evil 2 дополнили а вот Resident Evil 3 он меня вот никогда вот вот знаете я проходил его дважды хорошо я проходил его дважды и в принципе я все Resident Evil переходил в первый раз перед выходом пятой части чтобы понимать что происходит и как бы знать матчасть чтобы соответственно написать нормальную рецензию и Resident Evil 3 мне не понравился что тогда когда я проходил его что второй раз когда я проходил его для ютуба и что в третий раз когда я проходил ремейк ну прям ну ну эта часть как будто она была высосана из пальца и сделана для того чтобы ее вот сделать она через год вышла после второй части и она вот там была идея вот запихнуть вот про персонажа что-то да и когда за ним кто-то гоняется но терялась как бы сама суть Resident Evil это обыск локаций да и в основном ты бегал обыск локаций всех любая его хорность да работать с винтарем и так далее да ну что-то осталось в Resident Evil 3 но в целом он склонился больше в сторону экшена и он не ну вот мне не понравился ни ситуациями игровыми ни боссом ни преследованием ни сюжетом ничем просто вот он абсолютно мне не нравится ничем ну да я понимал что это более-менее адекватно играть типа в нее можно играть но в целом как бы нет и потом выходит Resident Evil Code Вероника который кстати не проходил я знаю про чё игра я в курсе да что там происходит но я ее не проходил и говорят что это одна из лучших частей серии и не проходил я по простой причине потому что она вышла только на Dreamcast насколько я помню да а нет на PlayStation 2 но у меня не было ни Dreamcast у меня не было ни плойки второе и вот как бы появилась возможность поиграть в нее только на PlayStation 3 и Xbox PS3 и Xbox 360 но как бы появилась эта возможность как бы уже позже и даже когда вышла кстати код Вероника я ее купил за фулл прайс и даже я купил Resident Evil 4 за полную цену на PlayStation 3 и я ни в то ни в другое не поиграл а кстати по-моему я и не купил код Веронику или купил я тоже помню что четвертую часть ее переиздание купил на на PS3 и не поиграл там в нее потому что я купил потом на PC и уже на PC поиграл потому что дело в том что там нельзя было переставить управление там что-то с управлением было со стиками и так далее а там целиться нужно было на левый стик я не помню я смог это переделать в а там можно было переделать просто я дебил не посмотрел да там можно было переделать скорее всего либо нельзя было переделать но в любом случае когда уже дошли руки до Resident Evil 4 и я его решил пройти для ютуба да я уже брал PC версии потому что там 1080p и так далее но вообще с Resident Evil 4 такая большая длинная история его нужно было проходить на PlayStation 2 да вообще лучше на Gamecube но это не важно потому что на Gamecube лучшая версия говорили но дело в том что как бы у меня ничего кроме PC не было а пройти хотелось посмотреть на лучшую часть и даже учитывая то что я играл с самодельным патчем для клавомыши потому что ну в первую версию Resident Evil 4 невозможно было играть я я конечно понимаю это был 2004 2000 какой там не знаю год 2007 по моему но это даже для того времени когда как бы консоль порты с консоли были плохими да даже для того в том и времени это было плохо это было нереально плохо это было невозможно играть и если кто-то там говорит то что как бы он ломает руки там ну в смысле для него проходить ну платформеры на клавиатуре это удобно он не знает что такое боль и когда я понял насколько удобно играть Resident Evil 4 на геймпаде я решил что что нет потому что люди не знают в общем да это был самый кривой ужасный патч но я прошел и мне понравилось я конечно многие моменты тогда упустил тогда тогда еще был малым юным ребятишком я не знал много чего об играх ну точнее знал уже у меня был достаточно такой нормальный игровой опыт за плечами ну как бы игры знаете это как как маньяк не разбирал ну что там как по дизайну сделаны и прочее не разбирал так что как бы было плевать но сейчас как бы да да и уже ну какое-то большое количество времени я понимаю то что на самом деле эта игра она настолько кошерная и вылизанная во всех возможных аспектах что в принципе она не устареет никогда и зачем для нее делают ремейк сейчас мне вот непонятно потому что учитывая какими ремейками вышли Resident Evil 2 ладно 2 ладно и повезло 3 вышел да и какие получаются сейчас какие есть вообще планы на восьмую часть у разработчиков возникает вопрос что они хотят делать с этим все вот что там переделывать если только перевести на новый движок и оставить все как есть не добавляя ничего но если они переведут Resident Evil 4 на этот же движок что и был Resident Evil 2 и Resident Evil 3 это значит то что они поминают механику попадания механику стрельбы и так далее но самое крутое что вообще было в Resident Evil 4 что есть в Resident Evil 5 и 6 это гребаные лопающиеся бошки просто дело в том что этого ничего в Resident Evil 3 нету и у тебя дробовик как говно ты просто вот смотришь как будто поролонными пулями а вот что в четвертой что в пятой в шестой части ты чувствуешь мощь оружия ты чувствуешь то что у тебя дробовик в руке или то что у тебя гранатомет в руке или то что у тебя пистолет прокачанный в руке какой-то да и чувствуешь как оружие которое у тебя апгрейдится оно растет в уровне есть лопающиеся бошки только но это только сдигло и ну иногда хорошо крит там какой-то прилетает бывает такое да но дело в том что в 4 5 6 это прям смачно клево здесь она лопнула окей бывает такое себе да эм и а что это такое вот про Umbrella Chronicles я не знаю а это V да ну в общем еще при Resident Evil 4 вышли эксперименты типа Resident Evil Survivor Gaiden The Dame и Outbreak но я эти игры если честно не воспринимаю как часть серии и они как бы особо интересно представляют, там еще вышел Resident Evil Zero но если честно, после того он вышел, по-моему, после, да, он вышел после ремейка Resident Evil 1 но вот я считаю, что вот Resident Evil Remake, который вышел на Gamecube и Resident Evil, они первые, да они достойны внимания и ну то есть их существование оправдывается, то есть это разные игры и стоит играть и в ту и в другую хотя к ремейку у меня тоже были вопросы, но когда игра в Resident Evil Zero да, я понимаю, что игра и устарела к тому моменту, как когда я проходил в 2019, что ли но это была реальная херня вот, вот серьезно, мне ни разу не зашла ну, ремейк хорошо, ладно но Zero мне не зашла вообще вот знаете, такое чувство, что Capcom повторяет ту же самую ситуацию да, что была тогда, то есть посмотрите да, вышел первая, вторая, третья часть код Вероника, то есть четыре хороших игры там что-то было, потом ремейки там плюс просадка, да нет, потом ремейки, потом просадка у них Dead Game, Outbreak, Outbreak файл номер 2, да а потом шедевр Resident Evil 4, да потом Umbrella Chronicles, да вот этот эксперимент для ну, для шутана, да и так далее, этот тир потом там Darkside Chronicles, потом выходит Resident Evil 5 то есть снова как бы я считаю, что Resident Evil 5 вот пример стоит на том же самом уровне, что Resident Evil 4 я считаю, что это прорыв среди всех survival horror, сделать кооператив, который будет чувствоваться как survival horror я не знаю, кто им говорил, что ему в Resident Evil 5 не страшно и так далее Resident Evil в принципе не страшно, потому что я повторяю это какой раз потому что это survival horror а survival horror, он не должен быть страшным я почему не решили не первую часть на новом движке сделать ремейк, потому что уже есть ремейк ну просто это будет третий ремейк уже и по идее они выпустили HD ремастер этого ремейка и этим ограничились точно то же самое с Zero то есть они поняли, что у них есть ремейк скорее всего у них уже были планы на то, что они сделают ремейк второй части потом сделают ремейк третьей части скорее всего они делают одновременно а так как у них в принципе ремейк уже Resident Evil есть дополненный они его не стали переносить на новый движок просто сделали HD ремастер Так что вот И Resident Evil 4.5 Я считаю одним из лучших Частей серии И как бы, вот если посмотреть лично на моё мнение То Пятая часть Она одна из лучших Не из лучших, точнее лучшая Сорян, ща погодите Я кучу гляну Ааа, понимаю Отвич хорош Отвич опять какие-то баги Ну либо реально 22 человека Это прям рекорд стримов What the fuck Ладно, не важно В чате 62 человека Написано 22 Ладно Окей Короче Поехали дальше Потом ещё Мерсенарис 3D Ну в общем пошли дальше эксперименты Мерсенарис 3D И Operation Raccoon City Ну вот Operation Raccoon City Это где-то на том же самом уровне Что Resident Evil Resistance По крайней мере он был играбельным Потом вышли Revelations Revelations в принципе Если вспомните Их Итс закрыта Игра неплохая И знаете Вот я воспринимаю Как спин-офф Ну то есть это реально спин-офф Если подумать по сюжету Спин-офф Который Позволил людям Которые ругались Что мол вы отошли Далеко от Сурвайл хоррора Прочувствую снова То же самое Сурвайл хоррор Уже 11 человек Реально Чё с свечом не так У них всё нормально Лол Слушайте сейчас 10 Вот то факт Меня не заболели Нет Твич всё хорошо Тут в чате Больше людей пишет Слушайте сейчас реально Выберет Это как вчера был Этот Сефирот Он отсчитывал Ладно Давайте не будем Прищать внимание Это реально Хоррор на выживание У меня 11 человек На подкасте Идеально Ладно Будем Потому что 11 На самом деле Уже 7 Сейчас 0 будет Сейчас трансляция Закончится По-моему Боже Ребят Чё делать У меня 11 до сих пор Блин Я отошёл Ладно Давайте я закончу Про Resident Evil Хорошо Пока что Считать Если что Так Чё ещё А потом уходит Resident Evil 6 Вот Знаете Resident Evil 6 У меня Как бы Весьма такое Двоякое Почтение То есть Мне игра Понравилась Ну то есть Я понимаю То что Это не самая лучшая Часть Но я не согласен С оценками Которые ей ставили Многие Журналисты И так далее И Всё ещё Считаю То что Она Незаслуженно Ахайна Потому что Люди Непонятно Чего хотят Её понятно Выли Как бы Подальше В сторону Да Но Она другая То есть Это кооператив Который Отошёл подальше От Survival Хоррора Но в целом Как бы Он заканчивает Историю Многих персонажей И Там есть Три компании Которые В принципе По разному Работают То есть Одна компания Это по сути Попытка Сделать Свою Вариант Немезиса Да Другая Это Чистый шуртан Потому что Там двое Бегают С Этими С автоматами Третья Похожа На Survival Hora С Зомбями Да Где Там С Еленкой Бегаешь Так что Эта игра Она весьма Ну Считаю Архаично Сделана Но Она Пыталась Всем Фанатам Resident Evil Угодить Уже два человека Смотрят Отлично Ребят Вы понимаете Вы все Ассимилируетесь В одного Блин Какая же Жесть Слушайте Я должен Это оставить Для Потомков Просто Здесь Реально Два Человека Два Человека Смотрят Два То есть Два Ровно Два То есть Как Вы все Я Один А вы Все Один Человек Смотрит Это Я Боже У меня Один Зритель Сука Да Как Это Работает Тут Явно Больше Одного Ладно Хорошо Бывает Че Так Так Че Я там Говорил Че Вот Оно Да Достигнуто И В общем После Resident Evil 6 Начинается Что-то Непонятно Какие-то Непонятно Понятно Провалилась Идея В общем С Resident Evil 6 И Они Начинают Думать Что делать Дальше Выходит Эпизодически Resident Evil Revelations 2 Там Falcon Сказал Что ему Resident Evil Revelations 2 Понравился А вот Мне Не Понравился Ну Потому Что Они Да Они Зелают Продолжение Revelations Но Как бы По сути Это было точно То же самое Только Мне не интересно Скажем так И Я не помню Почему Но Revelations 2 Мне вообще Не зашел Может быть Из-за Эпизодической Системы Распространения Может быть Из-за Внутренности Может быть Еще что-то Но Теперь нас Ноль Людей смотрит И Вот Это Молчание По идее Оно Продолжалось Если не учитывать Вторую часть Revelations 2 Которые Ну Сложно Вообще Что-то Говорить О ней Оно Продолжалось 5 лет И потом Выходит Resident Evil 7 Оно Resident Evil 7 Было Очень странное То есть Многие Думали Что это Будет Outlast В мире Resident Evil Это было Что-то Странное Прям Нереально Странное Но Потом Как бы И Вся игра Очень странная То есть Это Какие-то Какие-то Там Бабки Ходят Зомбари И так далее Вообще Далекое Что-то Resident Evil Но Потом В конце Потом В конце Все это Снова Превращается В Resident Evil Вот Серьезно И потом Выходит Вторая Третья Часть Resistance Это уже Другие Другие Дела Я запихивал Если На вторую Часть На третью Часть И так далее И знаете Вот Все Развитие Resident Evil Сводится К тому Что Мы делаем Вот Любая Часть Она Расшифровывается Таким образом Мы делаем Любую Херню Вообще Любую Херню Делаем Но В конце Чтобы Были Лаборатории И это Resident Evil Вот Просто Вот Или Осталось Только В конце Знаете Еще Резидент Evil И Становится Все Хорошо И тут Была Где-то Новость По поводу Того Что Будет Resident Evil 8 Я читал Конечно Это Но Смотрится Реально Как Бред Фалькон Где Это Твоя Новость По поводу Resident Evil 8 Вот Возможные Детали Resident Evil 8 Облегал Бабла И утечка И так далее По данным Инсайдеров Capcom Не хотел Создавать Большой Промежуток Между Выходом 7 И 8 Частью Resident Evil И поэтому Решил Переделать Наработки Спин-оффа Revelations 3 В Resident Evil 8 На это Появили Результаты Внутреннего Тестирования Предварительную Версию Revelations 3 Оценили Крайне Высоко Что Предошло Ожидание Разработчиков А в игре Останет Первого Лица Ее Главной Героем Станет Итан Уинтерс Подгонит Среди 7 Кстати У Resident Evil 7 Один из лучших VR Многие Говорят Все Норм Ты подругил Четырех Бот Отлично Давай Возвращай Возвращай Срочно Надо же Сделать Массовку А так Вот В Resident Evil 7 Был VR И говорят Что Один из самых страшных VR Типа Хороший хоррор Для VR Поэтому Это тоже был Эксперимент Ну такой знаете Новая часть Новая часть В развитии Серии Она развивается Так трилогиями Источники Также подтвердили Утечку Которую обогревал Сайт Такой то В игру Изначально Добавили локации Вроде заснеженной Деревни и замка А так же Врагов Подобных Оборотням Однако После решения Переделать Revelation 3 Resident Evil 8 Разработчики Существенно Изменили Геймплей Сужет И персонажей Из этого В финальную версию Ре 8 Войдут Не все детали Упоминающиеся В январском сливе В игру Также ввели Повествовательные Геймплейные Элементы Которые могут Не понравиться Фанатам серии Так Одними из центральных Тем будут Оккультизм Галлюцинации Безумие И недоверие К окружающим Ну короче говоря Когда мы что-то говорили Сейчас по поводу Этого дела Напомнили То что Оккультизм Был и В Resident Evil 4 И они уже как бы Были поражены Вирусом Как таковым То есть Изначально Там Какой-то Истории Про вирус Не было Ты шел Спасать девчонку Да И в Resident Evil 8 Вот этот Оккультизм Прочее Там Дальнейшие Появились детали По поводу этого Всего То что На самом деле Хотят разработчики Создать элемент Геймплейный Чтобы ты не понимал Где ты находишься В галлюцинации Или в реальности И вот эти вот В галлюцинации Будет происходить Всякая Херня Типа Вот этого Оккультизма Религиозной Этой хрени И прочего Дерьма Которые В принципе Части не подходят Но В принципе Можно реально Делать все что угодно Вот такое чувство Что разработчики Они такие Да насрать Самое главное Что в конце Была лаборатория Потому что Вот если подумать Все части Они такие В Resident Evil Посмотрите У нас особняк В конце лаборатории В Resident Evil 2 Полицейский участок В конце лаборатории В Resident Evil 3 Вообще город В конце лаборатории В Resident Evil 4 Вообще все что угодно В конце лаборатории В Resident Evil 5 Папуасы Африка Светло Солнышко светит В конце лаборатории В Resident Evil 6 Много в конце лаборатории В Resident Evil 7 Непонятно Какая-то херня происходит Что-то какая-то баба За тобой бегает Тебя распиливают У тебя отхерачивают руки Тони заживляются Приклеиваются В конце лаборатории Ну ладно Как бы Окей Давайте короче Хернем Экстерминатус Не знаю там Орков Которые Насилуют Ильдар И в конце Будет лаборатория Возьмем Порнуху 18 плюс В конце лаборатории Ну да В конце лаборатории И что в начале В начале Говорилось Resident Evil Кстати Я кстати Не обратил внимания А в Resident Evil 3 Ремейк Говорят в начале Resident Evil В Raccoon City Именно в конце Лаборатории не было Но там лаборатория В принципе есть В R1 Была лаборатория Да в конце Гарри Поттер Лаборатория Хороший вариант Для восьмой книги Еще про R4 Почитай последнюю новость Пожалуйста Прям последний 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 в списке Не вижу А вот Capcom готовит Ремейк Resident Evil 4 Ну Окей Студия M2 Которые работают На ремейке Ремейк Изначально формировались С прицелом На эту игру Производство стартовало В 2018 году Таким образом Если хорр Боевик выйдет В 2022 То его разработка Замет около 4 лет Команда R4 Больше чем Любой из коллективов Которые трудились На предыдущими ремейками Студия помогает Авторы R2 И Devil May Cry 5 Capcom прислушивается К мнению сообщества Охотнее чем Может показаться со стороны Поэтому Мол Если хотите увидеть Перерождение Код Вероника То дайте компании Об этом знать Быть может После релиза R8 Освободившимся Девелоперем Получат реставрацию Вероники Ну Ну как бы Тут вопрос Не в этом Сколько их там работает Что они делают Зачем Игра Не устарела В нее можно играть Сейчас До сих пор Человеку дать Вот серьезно Человеку дать Поиграть в нее Которому плевать На графику Я уверен Что любой человек Которому нравится Экшены Которому нравится Survival Хорроры И которому плевать На графику А такие люди есть Которым нужна графика На самом деле Им эта игра Супер понравится Прям уверен Что понравится Так что Но я не знаю Зачем это делается Правда Пятую часть Не надо переделать Шестую часть Не понятно Не надо переделать Что еще Не надо переделать Да все Дальше уже не можно Переделать Дальше уже Достаточно Современные игры Понятно что Первая Вторая Третья часть Они нуждались В ремейке Потому что Они просто Устрелили в том плане Ну То что Изометрический вид Уже ушел Как бы Эстетическая камера Ушла Из игр Изометрия И так далее А это уже Как бы Это что-то Тогдашнее Да А как бы Во всех частях Ну еще Код Вероника Ладно Хорошо Ее можно Ремейкнуть Но вот Во всех частях Начиная с четвертой Более-менее Интересно У них уже есть И 3D И нормальный графон И прочее Так что Зачем нужны ремейки Вот честно Непонятно У меня Серьезно такое чувство Что они Вот Capcom Они Resident Evil 4 Струбили просто Ну до хера Бабла Изначально Она вышла На Gamecube На Playstation 2 Потом Ремейки Там Какой там Три Вида ремейков На PC На Playstation 3 На Playstation 4 Будет еще на Playstation 5 Я уверен Они могут Остановиться Пожалуйста Эта игра Вечная Конечно Но они могут Остановиться Дело в том Просто Что Я Вот не согласен Вот просто Не могу сформулировать Да Я не согласен Со многими Оценками Которые Выписывают Вот этот Resident Evil Мне такое чувство Что вот У Resident Evil Есть Большая Такая Биография Если взять его Как человека Да Вот эту серию Да Есть такая Большая биография Которая есть Что-то хорошее Что-то плохое Да И вот Когда оценивают Что-то хорошее Что-то новое Да В этой биографии То почему-то Закрывают глаза На все плохое Что в ней есть Мол Хорошую серию Но с хорошей серии Надо поставить Побольше Сценки Вот такое чувство Что вот У The Evil Within Который я считаю Хорошим Хорошим Реально хорошим Сложным Сурвайл хором Который Создавался нормально И которым Есть множество Всего того Чего нет У новых Resident Evil Ему ставят Низкие оценки Почему Вот просто вот Можете мне ответить Почему у The Evil Within Такие низкие оценки Ну там нет Как бы ничего такого Откровенно плохого Я считаю Что Resident Evil 3 Намного хуже И учитывая Какие оценки поставили The Evil Within Нужно Resident Evil 3 Ставить ремейк Я имею ввиду Реально 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 5 Потому что Эта игра Подписывается как Сурвайл хоррор Но она не Сурвайл хоррор Она не интересна В плане стрельбы Она не интересна В плане геймплея Она не интересна В плане сюжета Она обрезана Еще до кучи Ну если просто взять The Evil Within Да И Поиграть в него На максимальной сложности Из ранних Изначально доступных Ты Насосешь В Resident Evil 3 Ты будешь просто ходить Такая На-на-на-на-на-на Она не сложная То есть В ней нет ничего интересного В The Evil Within Даже Да Даже если опустить Многие моменты В ней есть челлендж А если уж говорить Про сюжет Если уж говорить Про постановку Если уж говорить Про сам геймплей Она на голову Выше того же Resident Evil 3 И я считаю Что она на уровне Resident Evil 7 Resident Evil 3 Проходится за 1 час 12 минут Спидраны Ну неплохо Это чистого времени Ну по идее Кстати можно Там много чего Можно пропустить Серьезно Так что да Поэтому Вот Да Resident Evil Такая серия Что в принципе У нее легко Делать ремейки И Учитывая то Что прошлые игры Были полноценными Достаточно То в принципе Можно делать деньги По сути Отдавая Нанимая людей Которые делают В принципе Катсцены Озвучку Ну то есть Я не могу считать Это не полноценной игрой Да Вот эти вот Все ремейки Которые выходят Но Опять же С точки зрения Заработки Самое сложное Это проработать Все Что есть Как бы Изначально То есть Как будет все Происходить Да Что будет делать игрок Куда он будет бегать Расставить Не знаю Локацию построить Расставить предметы И так далее И вот Многое из этого всего Было сделано В оригиналах Да А все остальное Это как бы Дело техники Озвучка Катсцены Переложить это все На 3D На готовом движке Да Сделать определенные Там Ну наработки Типа баллистики Переделать все это В Ну По другую камеру И так далее Причем иногда Это все наплохо В втором-третьем ремейке И Со многими аспектами Разработчики Текущих ремейков Не справляются Потому что у них Получается хуже Чем в оригинале А я считаю Что ремейк Должен быть лучше Чем оригинал Поэтому мне тоже Король лев Не понравился Да Мы говорим про фильмы Да Определенные Король лев Мне не понравился Да Многие ремейки Голливуда Они хуже Оригиналов Если мы будем говорить Там Про Не знаю Про японские хорроры Там Про девушку С татуировкой Дракона Еще что Может в голову прийти Все это получается Хуже Потому что Оно типа Все точно то же самое Да Но Снято Вот знаете Такое чувство Будто Для Вот Какими-то студентами Которым вот дали Оригинал Сказали Сделай так же Да И как бы Ну сложно облажаться Когда у тебя есть Оригинал хороший А они как бы Ну вот Конкретно Resident Evil 3 Они налажали Вот реально С ремейком Они налажали жестко Потому что Они вырезали много чего Понятно Непонятно почему Так что Что останется Со всей серией Я не знаю Но То что Вот эти слухи Про Resident Evil 8 Звучат интересно Но когда они Приведут серию Непонятно Но как бы Если мы говорим Про ремейки То тут То тут Final Fantasy Встает Немножко На обочину Потому что То что сделали Разработчики С Final Fantasy 7 Ремейк Это не поддается Писанию Ну то есть Понятно Что там была Сложная судьба У игры Там несколько раз Переделывали Переписывали Но судя по всему Ну сейчас Это конечно Наверное будет Спойлер Для тех людей Которые Final Fantasy 7 Проходили Да Но это спойлер Это сложный спойлер Это 23 года назад Было известно Реально Может быть Такая ситуация То что Переписание сценария Настолько сильно Что Аэрис Не умрет Потому что Нас настолько Хорошо подготовили К этому В седьмом ремейке Что Она может остаться Вживой И как бы Ну дело в том Что по идее Это потенциально Один из самых Сильных И крутых Песнажей Ну по сути Все Запоминающихся Песнажей Всей серии И Учитывая Как ее Ну как Проработаны Персонажи В ремейке Да Учитывая Как доработали По сравнению С оригиналом То Очень Возникает Много вопросов К Сценаристам Зачем они это делали Если они Остались Точно так же Как раньше Но Они наставляли Столько всего Переделали Столько всего Учитывая То что Final Fantasy 7 Ремейк Он идет 40 часов Со всеми допами Да Минимум Ну хорошо Максимум 50 Где-то в среднем 40 идет Они наставляли Столько всего Проработать так сильно Персонажи И поменяли Даже смерти Второстепенных персонажей Кто умер Кто нет Что Такое чувство Что они реально Хотят это переделать Проработать И настолько Расширить игру Что в принципе У тебя даже Возникает желание За это Ну вот Лично у меня Как бы Есть желание Еще отдать За парочку частей Денег Потому что Мне контента Хватило Вот Достаточно Ну Достаточно контента Чтобы Тебе не было Жалко За отданные деньги То есть Играть стоит 4 тысячи Ну да Как бы Это Много В реалиях Того Сколько люди Получают денег В России Но в целом Как бы Если мы переводим Все вот эти вот Цены На среднюю стоимость Игры То Эта цена Возьмем Да 60 баксов Стоит игра И 60 баксов Стоит Resident Evil 3 Перейдем на доллары Да Хорошо Вот во всем мире Сколько стоят игры То Resident Evil 3 Столько денег не стоит Потому что 66 часов кампании Урезанная кампания Старой игры И так далее А здесь Ты думаешь Да Возьмешь Другие эпизоды Другие боссы Другие персонажи Даже есть Да И все это Добавлено Сверху Да Вроде сохраняется Костяк тот же самый Но ты получаешь Другую игру Ты пройдешь Final Fantasy 7 Оригинал И ты пройдешь ремейк И ты поиграешь В две разных игры То есть Вот я считаю Ремейки должны быть такими То есть Ты получаешь Тот же самый опыт Тех же самых героев Практически все Тот же самое Но ты получаешь Другую игру То есть С одной стороны Ты получаешь То же самое Но с другой стороны Совсем другое Прикинься Во второй части Нам дадут выбрать Между Тифой и Эрис Как Ведьмаки Между Трисой и Вянчером Такого не будет Это JRPG Это Action RPG У нее У всех JRPG И Action RPG Линейный сюжет Такого не будет Такого точно не будет Выбора как такового В JRPG Нет никогда не было Ну то есть Это фишка серии Это В RPG может быть Такое Вот в классических Европейских Американских Как назвать CRPG Компьютерный RPG В них есть А JRPG Не про это JRPG Про историю Про прокачку Про путешествия По миру В PS5 Можно выбрать Себе девушку Ну окей Хорошо И как это влияет На сюжет Это влияет А как там Как-то там влияет На сюжет Ну если Это не влияет На сюжет То как бы Ну все Есть тут Дадут выбрать Там допустим Ну пойти Ну допустим Переведем На то Что не было В ремейке Да Пойти На дело Вот этот В Honeybee Да Когда Клауду Передевают С Тифой Или с Аэрис Да Ну потом Они объединяются Это как бы Никак не влияет Так что Ну нет Такого нету Да и Как бы В RPG Как бы Определенных Да Такого Большого Ветвления Это не дает Пинак Ты тоже Можешь Выбрать Себе Пати Окей Не важно Так вот И У Final Fantasy Знаете Если так подумать Они могут Переделать Столько Всего Что просто Босраться Вот если Просто смотреть На последние части Да Вот лично Я играл Сейчас скажу Седьмую часть Я играл Не до конца Я играл Чуть дальше Конца Первого диска Но Да Final Fantasy 7 Ремейк Заканчивается Где-то На середине Первого диска Там очень много Осталось И там Очень много Делать Там где Они выходят В открытый мир Вот я Прокрыл До того момента И я не знаю Почему я не допрошел Что случилось Но я не допрошел Я в целом знаю Что там будет дальше Я знаю Как они Что там будет Проработано И так далее Так что Я в это Что Не допрошел Но я играл Это Самая большая часть Из старых финалов Которую я играл Ну самое большое Что Что я сейчас сказал Короче Больше всего играл Final Fantasy 7 Из старых финалов Восьмую часть Не трогал Девятую часть Я наиграл По-моему Часов 8 На каком-то Стриме Потому что Я заказывал Кто-то из А Амонра заказывал Потому что Он был там Патроном За 42 бакса Что ли Там была награда Можно выбрать Игру на стрим Так вот 42 бакса Тогда были Нет Тогда уже были дорогие Тогда уже были Нет Да Не по 30 Не по 40 Уже по 60 Прибыли Да Все верно Доллары в смысле Девятую часть Я видел Десятую И десятую Два Часть я знаю И там была точно такая же ситуация Как с 13 13.2 Потому что людям То ли не понравилась Десятая часть То ли не доделали Но они не решили доделывать И вот Почему-то Какая-то из частей Воспринимается Как девочковая Ну то есть Как будто для девушек Созданная А пятнадцатая Чисто как бы Джо-жо Уже тебе никто не заказал Восемь Восемь За столько лет Нет Так в смысле Какие заказы Заказы появились Только недавно За поинты И так далее Final Fantasy VIII По-моему Была в каком-то ППЗ Какая-то Или какая-то Final Fantasy Была старенькая В каком-то ППЗ Точно не знаю F10.2 Для девочки Типа Почему? Че там Такого Компенсация Ну в общем В 11 11-14 Это ММО И кстати В 14 я даже Немножко играл В ММО И говорят Что там На самом деле В этих В квестах Прописан неплохой сюжет И для любителей Финалки Она неплохо заходит И в принципе Люди в нее играют Платят деньги Она до сих пор живет И как ММО Она в принципе Даже весьма Годная штуковина Правда 11-ю быстро Отключили Она там прожила Какое-то время Но 14 вроде Не отключают И вроде как Ее обновляют И Ну то есть Я не любитель ММО Я не готов Тратить На игру Много денег Денег И времени Тем более Что я и так потратил Я не знаю Сколько я потратил Я вот Где-то пару лет Своей жизни Играл в основном Только в Диабло 2 Это были самые тупые Года моей жизни Потому что Я за это время Мог Столько всего сделать Но этого не сделал Кто-то шутил Про мрачную историю Преобратили в Ангелы Чарли Про FF10 2 Ну короче Там Выбирай Да В какую дверь Ада зайти Ну понятно Нет То что задротить нужно В ММО Это понятно Если ты хочешь Как бы Получить полный опыт От ММО Готовься задротить Ходить там на рейды Тратить на это Много времени И так далее Не спать ночами Если ты просто хочешь Поиграть Ну как бы Ну это явно Не для тебя То есть ММО Любая ММО Это гребаная дрочильня Вместо работы Вместо Не знаю Семьи Вместо Прогулок Ты играешь В ММО Если ты хочешь Как бы там Но Но прикольно Что-то получить А не просто Поиграться Если хочешь Просто поиграться Тоже нормально Как бы Но если хочешь Просто поиграться Есть как бы Уже Игры Которые Более Легкие В плане Освоения Это любая Сессионка Взять тот же Destiny Да Да Есть Какие еще Сессионки Вместо шутеров Я что не могу Сомнить В основном Шутоны Незадача Ну так вот И как бы В основном Я массово Так влился В Final Fantasy С тринадцатой части Ну это просто Из-за того Что как бы Ютуб Все дела До этого Меня особо Финалки Интересовали Конечно Но я за это Не парился Еще там Final Fantasy Один я поигрывал Немножечко Я знаю про Final Fantasy 6 То что Многие считают Final Fantasy 6 Одной из лучших Частей В принципе Вообще Не знаю Почему Но говорят Что там И сюжет Классный И герой И бои И боссы И прочее Говорят Что это Одна из самых Лучших частей Но это Опять Знаете Такая себе Весьма Такая вкусовщина Это как У людей Спрашиваешь Какая Из частей Которые вышли На PlayStation 1 Лучшая И они тебе Говорят по-разному Какая Частей Лучшая И во многом Как бы Это мнение Основывается На том Ну короче Это Синдром утенка Называется То есть То что ты Первый увидел Ты считаешь Лучшим Так вот Первую часть Которую я увидел В принципе Полностью Да Это Final Fantasy 13 И я ее не считаю Лучшей Хотя по идее Я увидел Первую часть Final Fantasy 7 Но дело в том Что как бы Мое мнение Не учитывается Потому что Из всех частей Которые я увидел Более-менее Да Это 7 13 13, 2 И 15 И как бы Из всех этих частей Я считаю Лучшую Седьмую Ну потому что Наверное Это очевидно 13 потому что Это гребаные Длинные коридоры Хотя там Прикольная боевка Но в целом Она Она неплохая В Final Fantasy 13 Бело в том Что там Полный персонажей Абсолютно Отвратительные Мне не нравится Ни Lightning Ни Funk Ни Snow Ни Vanille Они все Отвратительные Там нет Ни одного Хорошего персонажа Ну Фанк Более-менее Хорошо Ну Ваниль Бесячая Потом Как это Как это Вызывали Которых 13-2 Она прям Бесит Лайкина Просто Я Боец У меня Лицо Боеца Хоп Это просто Пиздец Нытик Я Я Я Он Бесил Капец Тупо Нытик Вот как Как можно Сделать персонажа Нытика Ваниль Просто Нее Типичное Аниме Вот реально Ни одного Хорошего Персонажа Они запоминающие Конечно Но ни одного Нормального Персонажа Интересно Просто Они Неинтересны Но Ногти За Другое Так что Ногти 15-й Финал Какого Это же 15-й 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 Это просто Как бы Это Жужжо Это Жужжо Это Жужжо Это Это Дружба И там Сидни Еще есть Вы знаете Сидни Вроде Кажется Второстепенный персонаж А запоминается Лучше Чем Наверное Не знаю Почему Запоминается Лучше Чем Все персонажи Финал 13-й Ну а если мы говорим про 13-2 Это Прям вообще Пофеоз Я не знаю Что они пытались сделать 13-2 Им не понравился конец сюжета Что это было Для чего это было сделано 13-2 Я так Я так и не понял Если честно Ну просто 13-2 Она плохая Во всем Там что-то поменяли Боевку И так далее Ну она конечно В духе этого всего Но Смотри Как они все Превращаются в кристаллы Как они ноют По поводу того Что надо мир спасти Ты уже не можешь Просто Если В других частях Ну по крайней мере В 7-й части В 9-й части Во всем этом нытье Есть Хоть Какая-то Вариативность Да То в 13-й части В 13-2 Там одно нытье Просто Больше нытья Чем в Death Stranding Если честно И ты не можешь Возвремя Это как Сказку какую-то Да Потому что Ходит все и ноют Как я прям сейчас А Lightning Returns Это прям Мне демки хватило Мне стало плохо Если честно От того Что там представили Там прям От самого Геймплея Плохо становится Ты посидишь Думаешь Что это Почему я в это играю Зачем это нужно И Ну понятно Почему ее сделали Латник Returns Потому что Там кто-то Заныл Мол А Lightning А как же Lightning А Lightning А Lightning А Lightning Идет в жопу Нахер она нужна Боже Короче я не знаю Вот просто Это вот с 13 частью Такое чувство Будет просадка Большая была Кстати я пропустил Я еще про одну часть Ссылал 12 Говорят что 12 часть Тоже неплохая Никогда о ней Вообще ничего не слышал Ну вот Я не слышал ничего Ну не знаю Никакой информации нет У меня А второй Третий Пятой Части Более менее 4 Вроде Знаю что-то Всех с ними Более менее дальше знаю Но 12 Я тоже ничего не слышал Как-то знаете Вот такое чувство Вот Ну или просто Что-то пропустил Что 12 Как-то прошла Мимо Просто мимо 12 часть Это как и вторая часть По сюжету Похожа на Star Wars Кого Мне вот знаете Вот только Одно интересует Вот знаете Фактически в каждой Финалке Есть какая-то Ну то есть Любовная линия Там Определенная Да Хоть в одной Финалке Это подошло Как бы ну К какому-то Завершению Мол Кто-то стал там Парой Или еще что-нибудь Или везде так Ну Это все сложно Я превращусь в кристалл Хуяк кристалл В FF8 То есть Есть где-то 12 часть Супернолюбителя Она сверхспецифична Версус 13 Нет Версус 13 Это 15 часть Ее переделали У них была идея Сделать Фабула Новокристалис Что ли Как она называлась Эта серия Из 13 13 Версус Да Потом в общем Они введены Просто были Одной вселенной Потом у них Что-то там Все пошло По жопе С разработкой Они полностью Переработали 13 Версус Прелетели В 15 Часть Перенесли На новые Консоли И получился 15 Часть Ну кстати Я прохнил 15 Часть Она более-менее Кстати Похожа на Финалку То есть Знаете То что от нее Хочется Большой открытый Мир Там Гринд Путешествие Ну вот Драма Да Всякие Боги Безысходность И прочее Говно Вот это все Есть То есть 15 часть Восстанавливается Как финалка То есть То есть Она более-менее Я даже проходил Мне более-менее Понравилось Да Файнфэнс 13 Да Александр Понравился Ну то есть Это не самая лучшая Часть серии 15 Но она явно Лучше 13 Скажем так Ну Мне понравилось Больше чем 13 Когда-то То есть Там есть чем Заняться По крайней мере Она Красивенькая И Интересно Слушать ее Слушать Самое главное Слушать Ее Приятно Их да Забыл еще сказать То что Каждая финалка Да ладно Все финалки Они В них есть Хороший саундтрек 13 Он бесит Вот это Туру 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 Трек наверное Неплохой Но в целом Как бы Достаточно Он бесит Но он неплохой 15 Части Прям идеальный Саундтрек Он прям Просто идеальный Это один Самый лучший Саундтрек Который я вообще Слышал 7 Часть Ну там Понятно Седьмая Восьмая Девятая Там писал Нобову Ямацу Нобову Ямацу Вообще Один из лучших Композиторов И так далее Эти темы Которые написал Там Переделывают Аранжируют Там Ремиксы На них делают В общем Это вечные темы На 15 Тоже хороший Написали Саундтрек Там Из 4 дисков Состоит Можно Состоит Состоит Долгом Приятный Во всем То есть Там Есть Боевые Темы Спокойные Темы Любой Человек Найдет Для себя Что-то Приятное Для себя Что-то Что-то Стоит Добавить Библиотеку С 13 В 13 Части Такого Нет То есть Там Да Вроде Музыка Есть Но Вы понимаете Такое Седьмая Тоже Идеально Полностью Восьмая Девятая Они все Классные То есть Все что Саундтрек Написал Новую Эмацию Они классные Для старых Финалок Ну и Основная Тема Файнал Фэнтези Которую Думаю Знают Все Она Идет Из финалки В финалку И в принципе Достойна Уважения Потому что Новую Написал Шедевр На века В принципе Как и Сизи Микай Написал Шедевр На века Что с Resident Evil 1 Что с Resident Evil 4 Да Ну а вот Теперь Чат Я у вас Хочу спросить Давайте Сначала С Resident Evil Начнем Мы пошли Давайте Каждый Из вас Напишет Какая вам Часть Больше всего Нравится У Обители Зла Мне просто Мне даже Интересно Узнать Первая Пятая Четвертая Четвертая Шестая Уф Какой-то Неправильный Семь раз Прошел Четвертую Пятая О Свои люди Есть Ну я Я Семь раз Не ладно Не семь Но Ну раз Пять Я прошел Или шесть Прошел пятую Прям Мне очень нравится Мне каждый раз Я каждый раз Прохожу Мне прям нравится Черт У меня какие-то Скрипы Постоянно Здесь Как будто Кто-то Скрипит Что Блять Я не делаю Сверху Ладно Не важно Ну то есть Четвертая То есть Все согласны Что четвертая Часть Лучшая Я думаю Что Каждый Кто более-менее Забирается Выиграть Кто видел Resident Evil Они скажут Что четвертая Часть Это лучшая Часть Серии Ну Я признаю Что лучшая Часть Серии Но лично Для меня Пятая Часть Лучшая Просто Лично Для меня Часть Resident Evil О боже Опять же Вот Заглушат Это все Из этих Принцесс Of the Udiver Я пытаюсь Говорить Просто Говорить Говорить На этом Фоне Чтобы Не заблочили Видосик Ночнее Не пометили Его Привет Госфокс С одной Покчемп Как обычно Какая У тебя Любимая Часть Resident Evil Вот У меня Лично Пятая Понимаю Что Лучшая Часть Часть Четвертая У Чат Чат Общая Температура По больнице Сказал Четвертая Часть Лучшая А Госфокс Такая Я не играю Вторая Четвертая Наверное Я понимаю Что Как бы Ты девушка Ну блин Можно Одну Одну Часть Вторая Или Четвертая Давай Выбирай Вторая Или Четвертая Если Тебе Как Нравится Бираться Ракун Сити Рейджер Это Единственное Резидент Резидент Ил Который Он Играл Верное Кто Будет Резидент 5 Ремикс Спортер Да Вторая Тогда Ну ладно То есть Вот да Это Это Вот Такое Всеобщее Мнение Всеобщий Баттл Знаете Старперов И Людей Которые Чуть 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 Помладше Четвертая Часть Или Вторая Это Точно То же Самое Что С финал Седьмая Восьмая Или Девятая Такой Баттл Есть Так А теперь Финал Давайте Финал Какая С Седьмая Или Восьмая Вот У меня Конкретно Седьмая Потому Что Я Других Не Знаю Вторая Туп Четвертая Седьмая Седьмая Версус Тринадцать Шесть Семь Восемь Десять Я Выбрать Не Могу Тринадцатая Уберите Зеликс Пожалуйста Вот Что Это Финал Я Не 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 Фанат Серии Бывает Я Тоже Не Все Видел Финал Мой Друг Десять Семь Ну вот Видите Вот Как бы Тут Общий Турбобольниц Это Семь Да Вот Если Взять Амон Ра Который Предлагал Ну Из-за Которого Девятая Финалка Ну Скорее Девятая Финалка Я Знаю Человека Утого Восьмая Финалка Любимая Спросите У Вики Она Вел Только Тринадцатую Пятнадцатую Скорее Тринадцатая Финалка У нее Финалок Но Потом Я Понял Что Кто Это Будет Блин Смотреть На Стриме Потому Что Это Реально Много Даже Если Придется Бомбить Первый Второй Это Очень До Хера И Вот Реально Людям Наскучит Скорее Сего И у У меня Была Еще Другая Идея Провести Марафон Resident Evil Всех Ну То есть Почему Я выбрал Именно Вот Эти Две Ну То есть Silent Hill Да Это Хорошая Серия Но Это Не Моя Любимая Серия То есть Resident Evil Мне нравится Больше Потому Что Я Мне Как-то Больше Просто По Душе Больше Это Silent Hill Тоже Хорошая Серия Но Resident Evil Мне Проходить Мне Нравится Больше Потому Что Это И Сувала Хора Это И Стрюба Это Шутан И И Так Далее Silent Hill Там Как-бы В первой Третьей части Магия Ну В смысле Религия Поэтому Как-бы Я Перепроходитель Не хожу Потому Что Мне Больно Если Честно Ну И Третья Часть Я Помню Финального Босса Мне Было Больно Почему Не Устроить Марафон Посмотр Финальных Финалочных Катсцен Что Ты Мне Предлагаешь Тут За Гей Кучу Устроить Ты Сейчас Просто Взял И Плюнул Мне В лицо Вот Этим Приложением Давай Не знаю Посмотрим Знаешь Что Наруто Без Филеров Как тебе Такое Это Что Такое Просто Посмотрю Первую Часть И Последнюю Все Да Все Это Четыре Серины Так Легко Как-бы Включил И Ушел Вообще Вы Смотрите Тут Там Нарепит Я смотрел Наруто Без Филеров Так Смотрите Зеликс Уже С тебя Дискредитирует В очередной Раз Он сказал Что у него Любимая Часть Финалки Тринадцатая Первый раз Да Вторая Второе Сглаз То что он Смотрел Наруто Без Филеров А еще Третья Он От Сап Четвертая Он Заказывает Соника И пятая Я не знаю Придумайте Сами Согласен Ну что Превращаем Короче говоря Стрим Просмотр Наруто От начала До конца Просто По максимуму Чтоб Забанил Но забанил Хотя бы Под Наруто Чтоб я Бежал Как Наруто И головой Пробивал Дверь А Татарин Точно Кумыс Пьет Точняк Пятая Не Ну за это Убирать Нужно Я читал Не Ну читать Это да Читать Наверное Интереснее Чем Смотри Можно Хотя бы Взять Ты Прочитал Что за херня Прочитал Пошел Хотя бы Подтерся Этим Или Сжег Не знаю Растопил Костер Хз Что ты Сделаешь С бумагой Да Ну я Смотрел Ты читал Небось Еще и в Электронном Виде Да Что тебе Соник Не Мне Соник Нравится Мне Что Устроить Вам подкаст По Сонику Что ли Зеликс Там Просто Как Профессионал Скажет Как Так Он Не Прав Отписываемся Да Да Ладно Головка От Добра Я Я Тот Самый Нет Ну что Марафон По Соникам Кстати Это реальнее Марафон По Соникам Это Реальнее Ну ладно Хорошо Марафон По Соникам Это Реальнее Чем Чем По финалке Но нереальнее Чем По Resident Evil Знаете Вот Сейчас Такой Скрип Откуда Доносится Как будто Кто-то На скрипучей Кровати Трахается Но без Криков Либо Знаете Собака Во сне Такая Тяф 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 Делает Реальнее Стремно Знаете Сейчас Один момент Один момент Перед уходом В оффлайн Абсолютно Не связано Ни с чем Просто вспомнил Silent Hill Я вспомнил Одну такую Страшилку Это вообще Никак не связано Просто в голову Пришло Надо сказать Давайте скажу Да Короче Такая страшилка Есть крипипаста В общем Я полностью Сейчас ее не передам Но в целом Как бы Там была суть в том Что Муж С женой Ложились спать И Муж Стал такой Подумал Надо дверь закрыть Что-то Ну закрыл дверь Да И Потом решил Посмотреть в глазок И увидел Как там страшная херня Ходит вокруг И дергает за ручки Двери И так далее Мол Как же я хорошо Что закрыл дверь Так вот Оно скулит быстрее Это комп может быть Слушайте реально стрёмно Оно скулит быстрее Сейчас обвалится Ну будете знать первыми Так вот И Иногда Вика приходит Домой И не закрывает Дверь На гребанный замок И Как бы Дверь такая Да Входная Стоит Что если у тебя На замок закрыто И кто-то дернул ручку Да Вниз Ну то есть Которые Которые просто Дверь открывает Закрывает Да То когда ты открываешь дверь У тебя дверь автоматом открывается Так вот Ложимся мы спать Я иду проверять дверь Закрыта Нет Дверь Оказывается закрыта Я закрываю На следующее утро Я встаю Беру мусор Чтобы Вынести его Открываю дверь Дверь сама открывается Вот это было Сука Стрёмно Вот там реально У меня Знаете Мурашки по коже Пробежали Такой думаю Бля Если бы я не закрыл Ну рассказывал же Ну ладно Хорошо Может рассказывал Это кот Действительно Кот такой Открой Сука Дверь Хочу сбежать Так вот Это было стрёмно И это было стремнее Ваших Саленхиллов Если честно Вот там Вот это реально Было стрёмно И после После таких эпизодов Хорроров Едут У меня Хорроры были страшнее В детстве Поэтому хорроров Я не боюсь Такой сижу Ме Ну бывает Мал Вот такое себе Вот Так что вот На этом мы пожалуй Подкаст и закончим Проверяйте Закрыта ваша дверь Или нет Не выходите из дома Вообще потому что Коронавирус Блядские везде ходят И реально заразитесь Потому что Заразитесь Я не знаю Там Ну Повредите себе Что-нибудь Тут Знаете Я тут услышал То что у нас Это выпускник Сунца Из физфака По-моему Или нет Ну короче Сунца Связан с физфаком В возрасте 36 лет Помер в коммунарке Коммунарка Если что Это больница В которой лежат С коронавирусом А ему 36 лет А мне 30 И что-то Это как-то такой Знаете Тоже Я что-то пожалуй Не пойду И руки Знаете Помыл И так далее Так что вот Так что Да Сидите дома Лучше сидите дома А то Призражайте Там всякие бабушки Они как бы Дебилы ходят И такие Какая там Ну что там Какая дата у молока А нет Не сегодняшняя А у этого какая Так вот Да Там надышите на них И вас потом На 5 лет закроют За то что Из-за вас 5 бабулек 90-летних помнили Просто Потому что Постарели Да Так что все Спасибо Кто смотрел подкаст В записи Или сейчас Ну или кто-то Сейчас останется На продолжение стрима Но на ютубе Точно как бы Всем пока Пошел Да Через неделю Попробую поднять еще Если найду какую-нибудь тему Так что Такие дела